Всеволод Иванов. «Черные люди». Историческое повествование. Лен издат. 1988 год. «Черные люди». Часть первая. «Белое море». «Всю ночь они морозную до утренней поры, Рукою держат грозною Кресты иль топоры». Алексей Константинович Толстой. Глава первая. «На промысел». Высокое полуденное солнце Светит на море со стороны берега. И море от него белое в остром блеске. Тяжкий сине-серый вал Мчится с моря по пестрой гальке к берегу, Изгибается, Рушится пенно на камни, Скачет нарастающей белой россыпью, Несется шелестом с грохотом, Бьет с размаху в мокрую скалу, Взрываясь водометом брызг и пены ввысь, Перекрывая тысячеголосый гомон птичьего базара. За валом вал, Гряда за грядой. Неутомимые, беспрестанные, Вечные. Подымаются они, бегут, наступают на берег, Из тумана бели, Шумят, грохочут оскалы. Утром июльского дня Лесным устьем светлой двины Вылетела в Белое море очередная ватага, Ватага Тихона-Басова. Под уносным ветром Бежали одно за другим Семь маленьких суденышек. Прямые паруса напряглись, Шарами рвались вверх, Пенный взводень Крыл низкие борта ладеек. Суденышки бежали и бежали весь день. Двинулся вечер, подошла ночь, Западал бледный полумесяц, На севере стояла высокая заря. В передовой лодье Крепко спал на сетях Тихон Басой, Азяб, открепнущего полуденника. Полуденник, ветер с юга. Примечание автора. Повернулся он, Натянул на плечи овчинное одеяло, Подмерный шум и плеск волны Заныло сердце. Сегодня деревня Семжа Проводила в море на промысел Его очередную ватагу. Седьмую ватагу уже сбил, Покрутил в нее людей. Он Тихон Басой, Устюжский человек, Носороки за сельзью. Утром промеж высоких в одно, В два жилья рубленных домов Шли мужики в середине, Бабы и девки, Пестрой толпой вокруг. В два жилья, значит, в два этажа. Двина река сверкала серебром, Желтыми песками, Лес по берегу стоял с зеленой стеной, Золотом отдавали уже нивы, Птицей велась над народом песня, Похожая на плач. «Уж и где, братцы, Будем дни дневати?» — Звенел грудной девичий голос. «Эх, дни дневати, До ночи ночевати!» «Эх, длинные серьги, Венизы качаются, Глаза в землю, Рука с рукой под грудью схвачены. Венизы — гранаты. «Эх, в лодейке малы ей, Под высоким щеголом, Под высоким щеголом, Да под белым парусом!» «Щегол мачта». Там, где уже у берега на готове лодьи Тихоновой ватаги, На холмике, на юру, Покосилась часовенка, сруб с крестом, На шатре крыши прозелень. Ставили ее еще прадеды, Семженцев. Как селились они здесь, Для свободного лесного житья, До труда. Из великого Новгорода Они вынесли сюда Мирские свои иконы, Спаса вседержителя, Богородицу, Да Николу чудотворца. Горели свечи, Пахло воском, смолкой, Поп Иван отпел молебен Перед строгим Николой, На водах скорым помощником. И вся деревня молилась, Просила сохранить ей тружеников, Дать им добрый промысел, А потом стали прощаться, Большим обычаем, Кланяясь друг другу. И на кого вы нас кидаете, Сирот? Звенели со всех сторон, Вешались с плачем Бабье причитание. Да и как же нам жить Без вас, без родимых, Без призору вашего, Без грозы, без обороны, а? На зеленом пригорке, Прямо против белого облака, Стояла Анна, Валом сарафане, Побелела вся, Ровно неживая. Тихон подошел к ней, Оглянулся кругом, Крякнул, Ишь, востроглазые! Строго поджав губы, Бабы из толпы Впрямь следили за ним, Именитым босым. Ладно, Беря Анну за руку, Тихо выговорил, Дальние проводы, лишние слезы, Не плачь, прости, Аньша. Жди на покров, Пришлю сватов, В наш дом пойдешь в Устюг. Анна подняла туманные глаза, Обвела ими доброе лицо, Русую бороду юноши, Словно видела его в первый раз. Улыбнулась жалостно, Поклонилась в пояс. — Буду ждать, Тихон Васильевич, — Сказала она. Отвернулась, замерла, Помолчала. И, повернувшись к нему снова, Улыбнулась сквозь слезы, Солнцем сквозь короткий дождик. — Все ладно у нас, Братья-товарищи! — Громко крикнул своей артели Тихон. — Все излажено! — Отозвался чернобородый кормщик Селиверст Пухов. — Молись Богу по лодьям! — крикнул Тихон. Словно лес в ветер, Зашаталась быстро крестящаяся Одним ладом толпа, Пущи завопили женщины, Загомонили мужики, Побежали мурашами. Лодьи задвигались, Отплывали от берега, Поднимали паруса, И скоро лебедями Исчезали в речной, Сверкающей дали. Эх, Аньша! Чтобы отбиться памятью От тоски в сердце, Тихон махом сбросил овчину, Сел в лодье, Приложил руку к глазам. Впереди на северной заре Желтой звездой горел огонь, Подсвечивали высокие розовые паруса. — Должно! Опять Осей бежит, — думал Тихон. Осей — иностранец, англичанин. Уже третий корабль Тихонова ватага встречает за день. Летят иноземные люди в Архангельск на поживу. Встречное судно приближалось быстро. Груженый корабль — счастливое предприятие. То трудно лез, поскрипывая на гребне, То шумом рушился в бурые пазухи волн, Качаясь мачтами мерно и скучно, Словно хромой в дальней дороге. Море кипело. Бессонные чайки, скособочись, Крича пронзительно, Крутились над дубовой палубой, Чуть не задевая крыльями старого Джексона. Тот чертыхался, Боялся, что задует кованый фонарь на полуюте. — Чёртовы птицы! — ворчал Джексон. — Визжат, как обезьяны. Чёртово море! Кто разберёт, ночь тут или день? Только зажжёшь фонарь, и опять светло. Старый моряк всегда бывал не в духе, Когда ему приходилось болтаться В этой селёдочной щели. Проклятая Московия! Ночь бела, как бельма слепца, Скалы, чернее монахов, холодно, Кожаный камзол и тот не спасенье. То ли дело Вест-Индия, Тепло, деревья зелёные, Словно в Англии в мае. А до чего там, Робки, люди? Делай с ними, что хочешь, Собаки, и те не умеют лаять. Девушки ходят на гии. Хе-хе-хе! Старик заправил фонарь. Страна, где за пустую бутылку из-под эля Он выменял золотую серьгу из носа самого кацыка, Вспомнил он и улыбнулся. Рай! Эль! Светлое ячменное пиво со слабым содержанием алкоголя Производилось преимущественно в Англии. Кацик, вернее, Касик, испанское, Название индейского вождя в Южной Америке До испанского завоевания. Положительно рай! А острова пряностей? Птички с муху величиной Сверкают, как самоцветы. Перец, гвоздика, Забирай все, Плати стеклянными бусами, А дома в Англии Продавай на золото. Синие волны Стелются по желтому песку Под высокие пальмы Плавать же к этим лесным медведям, К бородатым московитам Просто противно. Все в кислых овчинах, Правда, они без шпаг, Зато у каждого нож в сапоге. И разве это море, Прокисшее пиво? В Англии жара, Июль, А тут, у берегов Норвегии, Было, напоролись на ледяную гору. Тьфу! Старик спустился вниз На палубу под капитанским мостиком, Остановился, Посмотрел вверх. Капитан Ричард Стронг Нес здесь вахту сам, Белое море. — Не угодно ли чего, сэр? Сквозь ветер прокричал Джексон. — Старина, Кафтан, Собачий холод И рому. Минута, И старик, Таща на сгибе локтя синий С медными пуговицами Кафтан, А в другой руке, Качая большим Оловянным стаканом, Стал перед капитаном. — Есть, сэр! Сочувственно, Смотря, Как двигался Вверх и вниз Острый кадык На выбритом горле Капитана Стронга, Джексон Ласково ему выговаривал. — Холодно, А вы без Кафтана, Сэр! И сокрушенно, Тряся головой, Джексон размахнул На руках Кафтан Во всю его ширину. Но капитан Стронг Шагнул к борту, Горбом выгнув спину, Над толчаёй Волн внизу, Из-за скалы, Похожей на плывущего быка, Одно за другим Навстречу В белой ночи В шуме волны ветра Опять ход Бежали Маленькие судёнышки. — Опять они, Сэр? — спрашивал Джексон. Капитан не ответил, Покатился на штурвальную рубку. Там хранилось оружие. Потом махнул рулевым Держать подальше. Высокий корабль Покатился вправо, Но одно из судёнышек Тоже изменило курс И неслось Встречу под самым Высоким бортом Счастливого предприятия. В лодье Поднялся бородач, Приветливо Помахал рукой. — Курэфра! — крикнул Стронг По-норвежски. — Инд! В ветре невнятно Ответил Тихон снизу И завалился опять Под свою овчину На сети. — Отчаянные головы, сэр! — говорил Джексон, Устремившись с кафтаном К капитану. — Туземцы, сэр! — Русские! Натягивая кафтан, Бурчал Стронг. — Отличные моряки! В своих корытах идут Куда хотят! На Груманд! — Шпицберген — В Норвегию Как викинги, Джексон! Да, викинги! Наше счастье, Что они не умеют Еще строить Больших кораблей! Капитан вытащил Из кармана Камзола Серебряную луковицу часов, Глянул. — Джексон, Скажите, Пусть джентльмены В кают-компании Ужинают без меня, Распорядился он. — Буруны, скалы, Водяная пыль, Белое море, И принесите Еще рому Это все. Долго следил Из своей лодьи Тихон Босой, Как, покачиваясь, Улетала, Таяла вдали Розовокрылая Туша Английского корабля, Как мерк Его кормовой фонарь. Потом Нахлобучил Теплую шапку, Перед его глазами Все стояло Большое, Белоглазое лицо, Что глянуло С высокого борта, Большеносое, Черная трубка В зубах. — Боиться Должно, Усмехнулся он, Не верят Они никому, Сами, Как разбойники, У Мурмана Друг у друга Корабли Разбивают. Тихон Нахлобучил Покрепче Шапку И обвел Глазами Ныряющую В волнах Свою лодью Его Артель. Ждан Осьминников Спит, Сидя, Привалился Спиной К мачте, Вытянул Ноги, Рыжая Его Броденка Взыграла Кверху, Валеный Колпак Съехал На нос. Эх, И силен Ждан Петь! Егор Пунин Тот, Спал Уткнувшись Все эти Лицом Руки, Поджав Под грудь Правую Ногу В новом Сапоге, Подтянув К тощему Животу. Тихомир Березкин Не спит, Сидит На носу, Смотрит В светлое Небо Глазами Яснее Ключевой Воды. На Корме У руля Покачивался Чернобородый Сильверст Пухов В рыжей Валеной Шапке Сам В плечах Касая Сажень. Не было Мужика В ватаге Крепче Сильверста, Не было Его Молчаливей. Он 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 Свой Не Помор А Прибылой Гулящий Прибежал Сюда С Волги Не Поладил Слышно С Нижегородским Воеводой. Должно Быть Пробирался В Сибирь За Каменный Пояс Кто Его Знает Пока Что Товарищ Вартели Надежный. Каменный Пояс Урал Много Забот Тихону Басому В это Лето. Идет Он С Седьмой Артелью. А Шесть С Приказчиками Ушли В море Передом. Его Отцом Великоустюжским Гостем Басым Васильем Васильевичем Приказано Ему Тихону Сколачивать Артелей Сколько Только Народу Наберет. Надо За Лето До Осень И Сельди Взять И Засолить И Семги На Новой Земле Моржа Набить На Острове Колгуеве Птичьего Пуху Набрать На Грумонте И Морского Зверя И Песцов В Досталь. Так И смотрит Тихону По Ястребиному В глаза Его Отец Василий Васильевич Из Замедных Очков Из Под Высокого Лба Большая Рука С Перстнем Сливовые Косточки Перебирает На Них Торговые Люди Счет Ведут Ты Тишка Ежели И На Этот Год Справишь Все Как Должно Женю Говорит Отец Дом Выделю Зимой В Москву Пойдешь Рыбу Добывай Мало Пока Мест Рыбы Народ Обижает Братан Братан Мой Твой Дядя Кирилл Васильевич В Архангельском В это Лето Таможеном Головой Сидит В Случай Чего Поможет Чёрные Скалы Уносились Назад На Них Белели Спящие Птицы Медный Месяц Опускался В Море И Тихон Стал Тихонько Подпевать Голосу Анны Что Комариком Звенел В Памяти Ночевать На Острове Да Под Сосною А По Стелюшка Сети Мягкие Одеялышка Ветры Буйные Ветер Креп Все Бурнее Дышало Вздымалось Ходуном Ходило Вокруг Море Глаза Глядели Вдаль Крепло Развертывалось Шире Самого Моря Душа Память Отходила Бледнела Оставалось Только То Что Вот Было У Него В руках Идет Он Тихон Босой Сватагами В Белое Море В артелях Тех Будет Человек С двести Товарищей До Сети С ними До Топоры До Крупы До Хлеба На Месяц А Труды Впереди Ловы Работа И Широкое Как Море Как Лес Воля Широко Богато Белое Море И Широка Богато Привольно Тихонова Земля Всем Есть Где Кормиться Дал Бо Никола Только Удачи Как Лонись Лонись Прошлый Год Прошлый Год На Версты Море Волом Шла Сельдь Заберись На Мачту Да И Оттуда Не Видно Конца Краю Серебряному Блеску Идущей Рыбы Кружат Над Рыбой Крикливые Птицы Камнем Падая Вниз Молнией Взмывая Вверх С добычей В клювах Со Всех Сторон Сельдь Обступили Рыбы Хищники Море От них Кипит Сплошным Белым Приплеском А за Кольцом Рыб Бешено Толчется Тоже Кормится Морской Зверь Нерпа Тюлень Сирок Вперемешку С белугами Дельфинами С черными Акулами Киты Ходят Поодаль Высоко Взбрасывая Издыхал Фонтаны Воды И пара И солнце Блестит На их Мокрых Спинах Шум И плеск Волн Гул Ветра Удары Крепких Хвостов Прыжки Могучих Животных В воздух Плеск Брызги Брызги От падений Пронзительные Крики Птиц Радость Сердцу Промышленных Людей Благодать Море Трудовым Людям Все Все Взять От моря Чтобы Кормить Свой дом Кормить Свой народ Бери Все Пользуйся Ешь Веселись Эх Добро Вот он Сам Достаток Четвертый Год Ходит В приказчиках У своего Отца Тихон Босой Мизинный Из Четырех Его Сынов А сам Всего-то По Двадцать Третьему Году Мизинный Значит Младший Работал Прежде И в Артели Справил Себе Шубу Песцовую Под Комкой Кафтан Комчатный С серебряными Пуговицами Да Полукофтанье Да Сапоги Теперь Только Бы Жениться Второй Год Крутил Тихон Люд Всем же Анну Нашел Без Отцова Благословения Да без Его Приказу Как Женишься Волна Подкралась К борту Всплеснула Шлепнула По плечу Тихона Зашипев Ушла В сети Эй Селиверст Поглядывай Круто Выбронился Тихон Встряхивая С себя Соленую Воду Бронится А душа Все больше Наливается Веселой Силой Богатого Щедрого Моря Пречувствием Добычи А где Радость До сила Вместе Там Счастье Пусть Даже Его И нет Счастья Так Будет Наше Оно Белое Студенное Рыбное Море Все И слава И слава Богу А давно Ли Как Миновало Литовское Лихолетие Давно Ли Освободился Народ Все Он Сила И мы С Аньшей Вот Эдак Заживем Волны Шумели За бортом Широкой Вольно Словно Народ Навече Глава Вторая Рассказ Капитана Стронга Медные В палисандровом Ящике Часы Корабля Счастливое Предприятие Показывали Полночь Но Купцы Все Еще Не Расходились Из Кают Компании Под Дубовым Потолком Покачивался Масляный Фонарь По стенам Летали Тени Махали Руки Качались Головы Круглый Стол На нем Мутное Олово Кружек Толстые Стаканы Зеленые Бутылки В кольцах Переплетов Цветных Окон То Глянет То Пропадет Красный Месяц Купцов Трое Толстый Кау Худой Длинный Эшли Молчаливый Уайт Все Они В черных Шляпах В куртках С медными Пуговицами Белые Воротники Светлят Бритые В длинных Локонах Лица Розовые От вина Мясо Пиво Опасен Путь В Московию Но Они Выглядят Уверенными В успехе Все У них В полном Порядке Их Старые Островерхие Дома Там В Лондоне В Англии Крепки Прочны Там Над Темзой Их Конторы Их Церкви С острыми Колокольнями Там Верные Банки Где они Хранят Свое Золото Где Кредитуются Их Предприятия На Хорошо Оснащенных Больших Кораблях Они По-хозяйски Плавают По морям Открывают Новые Земли Прибирают Их К рукам Купеческие Голоса В сизом Табачном Дыму Звучат Сыто Самонадеянно Напористо Заглушают Шум Волн Громче Всех Хрипит Толстый Джордж Кау Крупные Его руки С большим Перстнем На безымянном Левой Движутся Над столом То угрожая То отвергая То подчеркивая Последовательность И четкость Доказательств Русская Кожа Хрипит Он Наклоняется Отхлебывает Эля Трет рукой Рот Что может быть Лучше Русской Кожи И заметьте На чистом Березовом Дегте Без обмана Где В мире Найдете Вы такие Луга Как у этих Бородатых Мужиков Какой же У них Скот Джентльмены Русская Кожа Это товар Русская Кожа И руки Английского Цехового Это шедевр Я вам говорю Собрать Собрать Высокий Грубого Губами Мистер Раньше 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 Проводил Мы ему отказали, глупо, потерять такие возможности. Мистер Као сделал примирительный жест. — Ну, ну, что упущено, того не вернешь, — ворчал он. — Разве мы и можем жаловаться, джентльмены? Вы слышали когда-нибудь про убытки на русских соболях? — О, русские соболя лучше, да, с лучше золотом. — Что лучше русского соболя, что, я вас спрашиваю? — Ничего. — А сколько у русских хлеба? — О, а какие великолепные льны, блестящий шелк! Лесу у них столько хватит и на потаж, и на смолу, сколько бы они его не жгли. — А русская икра? А рыба? Московиты, к нашему счастью, сами не понимают, как они богаты. Ха-ха-ха! — кашлял Као. — Не понимают. Мистера Эшли трясло. Он подпрыгивал на стуле. Так хотелось ему говорить. — Я думаю, джентльмен, — начал он, но тут остановился, хватая свой стакан, побежавший от него по наклонившемуся столу. — Московию следует прибрать к рукам. Вот вам еще одна Индия, третья, северная. И дело не в одной коже. Московия — это рыба, соль, сало, меха, смола, пенька, корабельные снасти. Имея Московию, мы могли бы вести нашу торговлю через Астрахань с Персией и Арменией. — Джентльмены. Восток — это значит шелка, пряности, самоцветы, золотые и серебряные изделия, ткани, ковры, вышивки, ароматы. Если Московия в наших руках, это безопасный наш путь из Азии в Англию, с Северным морем, мимо грабителей турок, испанцев, португальцев. На этом пути мы минуем Венецию, Анкону, Мессину. Нам не будет страшна и Сирия с Алеппо. Предложим это парламенту. Какие будут доходы? Московия куда ближе, чем Ост-Индия, чем Вест-Индия. Ост-Индия, буквально Восточная Индия, старинное название территории Индии и некоторых стран Южной и Юго-Восточной Азии. Вест-Индия, буквально Западная Индия, старинное название восточного побережья Северной и Южной Америки и близлежащих островов. — Наши корабли здесь будут оборачиваться в каких-нибудь три месяца. — Слушайте, — хрипел Кау, — разумно, совершенно обоснованно, однако есть серьезная опасность. Мы хорошо зарабатываем, пока ходим сюда на наших кораблях. Мы сами устанавливаем цены и здесь, и дома. Мы возим московитские товары по всему миру, где нам выгоднее. Но если московиты сами выучатся строить большие корабли, тогда что? Пригнувшись к столу, мистер Кау обвел слушателей выпученными глазами. — А? Что? — Этого допустить нельзя, — подтвердили остальные. — Немыслимо. Море должно быть открыто только для британских кораблей. У кого корабли, у того доходы. — И не допустим, — гремел Кау. Я вам так скажу, московитские суденышки пока хороши, чтобы плавать по лесам да собирать соболей с дикарей. Ну и пусть их плавают, пусть собирают. Торговать-то будем мы. Правильно, снова подскакивал на стуле мистер Эшли. Но все-таки было бы надежней завоевать московию. — Слушайте, слушайте. Да-да, у Ивана Страшного служил в его личной гвардии какой-то дошлый немец. В личной гвардии, в опричнине. Я слышал, он представил доклад своему императору, что государства Европы могли бы сговориться с турками, с крымским ханом и набрать тысячу кораблей. Конечно, могли бы. И разве не могли бы они посадить на каждой сотню английских, немецких, итальянских, французских молодцов? Сто тысяч бравых солдат! Ого! Корабли пришли бы сюда, в Белое море, отсюда, по Двине, по рекам дошли бы до Вологды, заняли бы ее, а оттуда — на Москву, а крымцы и турки ударили бы с юга. Мистер Уайт моргнул несколько раз и от смущения хрипло сказал. — Так это то же самое, что говорил и наш купец Джон Меррик, только он звал идти в Сибирь. Сильный вал поднялся, заглянул в окно, ударил в борт, корабль накренился, затрещал. Мистер Као схватился за стол. — У московитов нет оружия, они покупают его у нас, — продолжал мистер Эшли. — Замечу, джентльмены, может быть, это очень неблагоразумно с нашей стороны вооружать московитов. — Зато выгодно, — загрохотал Као. — Еще бы, — подхватил Эшли. — Вы-то, мистер Као, как раз и везете оружие. Однако, стоит хорошо ударить, и русские разбегутся по лесам. Как их зайцы, как белки, они же дикари. — Мы займем Москву, оставим русским их царя, договоримся с ним и сами будем брать из Москвы все, что нам нужно. Разговор разгорался, как костер, захватывая всех троих джентльменов. Все наперебой излагали свои деловые соображения. И когда капитан Стронг распахнул с палубы дверь в кают-компанию и шагнул через высокий порог, за ним в сизый табачный дым каюты хлынули северный рассвет и морской воздух. — Разговор смолк. — Привет, — сказал капитан, прихрамывая, подходя к столу. Достопочтенные хозяева, однако, засиделись. — Ах, капитан, садитесь, капитан, пиво капитану, дик, выпейте пиво. В смешанном свете утро и фонаря было видно. Левую щеку капитана пересекал красный рубец. След сабли испанцев в схватке у Канарских островов, где капитан Стронг когда-то подстерегал и перехватывал возвращавшиеся с золотом из Мексики испанские корабли. А правая его нога осталась немного сведенной после ранения со времени осады острова Кипра. — Благодарю вас, хозяева, — говорил капитан Стронг, опускаясь на дубовый стул. — Чертовски холодно. Предпочту водку. Он взял в свою широкую лапу стакан с мержевеловой водкой, вылил ее за редкие зубы. Перекосясь лицом от крепкого пойла, он вытер рот углом шейного платка и сказал, — Когда я входил, я услышал ваш разговор, хозяева. Вы хотите покорить Москвию? — Хорошим землем хорошей руки. — Правильно, — хрипел мистер Кау. — В чем дело? — Только в силе. Капитан Стронг обвел этих купцов взглядом старого моряка, жизнь которого уже на исходе, который много видел, которому ничего не нужно, кроме корабельной качки, хорошего ветра, стакана вина, да ночью подушки под головой. Этих сытых, жадных, благополучных людей, корабль которых он водил по бесконечным морям, капитан Стронг в душе глубоко презирал. Особенно мистер Кау — жирная, хитрая овца и жадная, как волк. Им нужна только нажива. Отсюда и все воинственные разговоры. — Вы хотите завоевать московитов, хозяева? — повторял капитан. — Это вам никогда не удастся. — Но почему, капитан? — загремели голоса. — Вы сами же говорите, московиты — не люди, медведи. — Вы хотите воевать с медведями? В их лесах вы не пройдете и мили, не заплутавшись. Да знаете ли вы, что такое русские снега, куда проваливаются с головой и кони всадник? — Вы хотите захватить их деревянную Москву, сесть там, править оттуда? Из той Москвы, которая каждый год сгорает в пожарах и строится вновь? Да они сожгут вас там. Или вы хотите, чтобы медведи признали над собой власть английского короля? — Но Москва — столица, — заметил осторожно мистер Эшли. Взять Москву — значит овладеть всем государством. — А где государство московитов? Где оно, я вас спрашиваю? — Московия — не государство. Московия — земля. Государство — там, где есть границы. У Московии нет границ. Государство — там, где люди живут в каменных городах, где они спят в мягких постелях, а московиты живут в избах без окон и труб, которые они из бревен складывают где угодно, а спят они на земляном полу на овчинах. Голос Стронга был крепок и тревожен, как встречный ветер, когда он задует внезапно в лоб кораблю, остановит его бег, заполощет сразу обвисшие паруса. — А разве они не покупают наших товаров? Разве они не нуждаются в них? — кричали купцы. — Кто ваши покупатели в Москве? Царь да его бояре да богатые люди. Народ московский не носит парчи, он не знает золотых колец. А железо? А олово? А оружие? Московиты — сильный народ, у них крепкие руки и ноги, у них умные и хитрые головы. Пока вы будете пробиваться к Москве, они уйдут в леса, в Сибирь. Они уже далеко, на востоке, дальше испанцев. В своих лесах, горах они нароют железо, накуют топоров и копий, и, выждав время, когда вы снимете латы и шлемы, чтобы отдохнуть, налетят на вас, как комары. Так кончилось в Москве и дело с крестоносцами, со шведами, с татарами, с поляками, со всякими завоевателями. Московиты свободны. Глупость! Темный народ не может быть героем. — Московиты не уступят вам своей вольной жизни. Они не уступят вам своей свободы, они никогда не будут рабами. — Свободу при тиранах-царях? — хороша свобода! — визжал Као. — Их царь тиран, потому что они сами слишком свободны. — Московиты терпят его власть над собой, но каждую минуту они готовы к восстанию. Королева наша Елизавета давно предлагала царю Ивану Страшному убежище в Англии на случай восстания народа против него. И если русские покорны царю, то только до той поры пока верят, что он хоть грозен, но и справедлив, как бог. — А где вы видели справедливость московитского царя? — кричали купцы. — Ха-ха! — У московитов даже нет парламента! — пробормотал конфузис мистер Уайт. И опять на него никто не обратил внимания. — Капитан, вы говорите нелепость. — Как же московиты могут восставать против царей? Это же для них значит против бога! — кричал Кау. — Да, — сверкнул взглядом капитан Стронг. — Они могут восстать и против самого Господа Бога. Я много плавал, я много видел. Я знаю московитов. Знаю, что для них значит свобода. — Я вам расскажу такой случай. Капитан замолчал, зачакала огниво, захрипела трубка, шумели волны, слышно было, как от возбуждения шумно дышали очень сытые и нетрезвые люди. — Молодым парнем я плавал в Средиземном море матросом на английском фрегате «Миддлтон», — начал капитан Стронг. Войны с турками у нас тогда не было. Мы гонялись за пиратами. Как-то вошли мы в пролив Дарданеллы, к мысу Трои, а там, невдалеке от берега, горы, на горах виноградники. Нас восемь человек съехало на берег за виноградом. В горы должны были идти двое, остальные остались торожить у шлюпки. Бросили жребий, и мы, я, да матрос, матроси, итальянец, хороший парень, спаси, Господи, его душу, полезли в горы. Турки за нами следили, выскочили из леска, чтобы захватить шлюпку. Их было много, они кричали, как вороны. Товарищи бросились в воду, оттащили было шлюпку от берега, вскочили в нее и сели на мель. Турки бросились к ним. Пушки фрегата, картечи ударили по туркам, те выскочили из воды на берег и бросились ловить нас двоих. Матто был храбрый парень, он погиб в схватке, я же свалился от удара камнем по голове. Очнулся, наш фрегат уже был далеко в море. Турки сволокли меня на каторгу, где сидели пятьсот гребцов, обрили мне волосы, оставили в одних подштаниках и приковали к одному московиту, напарникам, на тяжелое весло. Каторга здесь — грибное судно-тюрьма. Василий, так звали этого московитом, служил раньше в венецианской армии, дрался с турками, попал в плен и уже двенадцать лет плавал прикованным к галере. Двенадцать лет свистел над ним кнут, когда он греб плохо, а когда каторжники гребли все хорошо, то турки били всех, чтобы гребли еще лучше. Мы спали с Василием под нашей скамьей, и все ночи он шептал мне только одно — «Венецианские корабли недалеко, бежим». Василий уже несколько раз бегал, у него были отрезаны за это нос и уши, изуродованное лицо его было страшно, а он твердил одно — «Воля стоит жизни, бежим». Мы скованы одной цепью, у нас одна судьба, если нас поймают, я беру всю вину на себя, тебя-то они на первый раз побьют только палками по пяткам, я же погибну. Турки поклялись сжечь меня, если я сбегу еще раз, и все-таки, Ричард, бежим, нет на свете ничего слаще свободы. Целыми ночами Василий шептал мне в ухо, рассказывал, как жил он в своих московских лесах, как охотился, как пировал, и я решил бежать. Знаете, каторжное мое весло стало словно в половину легче, когда мы с Василием обдумывали побег. Пусть не было свободы, но у нас появилась надежда. Галера наша вошла как-то в Золотой Рог, в Константинополь. Вокруг нас на лодках оказалось много московитов, турецких рабов. Василий тогда смеялся, говорил, что русских в Константинополе столько, что они могли бы захватить город, если бы кто-нибудь объединил их, повел против турок. Василий достал у своих земляков напильник, запасся огнивом, даже свечкой. И день пришел. Нас с Василием и с другими каторжниками турки как-то свезли на берег за водой. Мы с ним тащили тяжелый ушат на палке. Кругом был густой лес. И как же был рад ему Василий, Ричард, — говорил он, — лес — это воля. Бог послал нам удачу. Ночью была гроза. Мы бросили ушат, убежали в лес. О, звериный нюх у этих московитов! Василий вдруг остановился. Стой! Пахнет холодным дымом, шептал он, где-то близко изба. И под ливнем в свете молний мы, верно, нашли пустую хижину. Распилили наши цепи к рассвету. Мы были свободны. Василий ходил по лесу, как вы ходите дома по вашей спальне. Выбрались мы на берег. Лил дождь, светало. И мы увидели на берегу нашу галеру. Турок на ней не было. Они прятались в кустах. А невдалеке от берега два венецианских корабля. Два корабля. Два корабля, джентльмены. Я заплакал от счастья. Да, заплакал. Я обнял. Я целовал без носа во Василия. Эй! Смеялся московит. Ты баба, что ли? Плывем. Мы доползли до моря, бросились в воду, поплыли. Турки заметили. Да стрелять не смогли. Порох-то был мокрый. Все-таки одна стрела попала московиту в задницу. Я хотел было ее вырвать. Не тронь! Крикнул он. Она с зазубриной. Плывем, друг. Мы теперь свободны. И уже на корабле, смеясь и плача от радости, он сам вырвал у себя стрелу с кровью, с мясом. Капитан Стронг налил себе стакан. Таковы московиты джентльмены. Выпьемте же за здоровье моего друга московита Василия, если он еще жив, а если умер за его душу. Он спас меня из турецкого плена. Он показал, как надо любить свободу. Купцы любезно подняли стаканы и, переглянувшись между собой, отхлебнули. — Не думайте их покорить, нет? — продолжал Стронг, ставя со стуком стакан на стол. Сам Бог не сможет ничего поделать с этим народом, уверяю вас. Рассказ Стронга звучал в шуме ветра, в поскрипывании корабля, в разговорах купцов, как утренняя песня. Купцы молчали, поглядывая друг на друга, постукивая пальцами о стол, подымая и опуская значительно брови. — Конечно, капитан Стронг — отличный, надежный капитан, это так. Но все-таки так перечить им, хозяевам. Капитан Стронг поднялся, взглянул в окно и сделал пригласительный жест. — Входим в реку, джентльмены, в Двину. — Московицкий лоцман подходит, — сказал он. — Скоро Архангельск. И пошел на свой мостик. Лесные дали без края и конца тянулись по реке справа и слева. Солнце вставало, низкие его лучи разгоняли туманы, еще бродившие по лугам. Высокое небо было в редких облаках, отливавших розовым и голубым жемчугом. Паруса счастливого предприятия были полны ветром, и корабль скользил по спокойной воде. Капитан Стронг стоял на мостике, широко расставив ноги в белых чулках, в башмаках с пряжками. Вокруг него трое самоуверенных гордых купцов в черных куртках и широких шляпах смотрели остро и зорко вперед в ворота Московии. Над остриями лесных верхушек на высоком шпиле сверкало что-то серебряной искрой, горели купола, кресты. На рейде были видны корабли, и с резкими криками кружили белые чайки. На мачте в легком ветре вился флаг Англии. Глава третья. Ворота в Московию. Корабль «Счастливое предприятие» подходил к Архангельскому городу. Миновали уже низкий остров Хабарку, обошли длинную соломбольскую кошку и самый остров Соломболу, заставленный строящимися судами, заваленный лесом, тесом, бочками поташа. Кошка здесь мель. Поташ, техническое название калиевой соли угольной кислоты, применяется при производстве стекла, мыла, красок и тому подобным. Традиционная статья русского экспорта. С левого борта над желтыми песками берега в спокойной воде струилось отражение стосоженной бревенчатой стены гостиного двора с четырьмя башнями по углам. На высоком шпиле соседней башни горел на солнце большой серебряный орел. Всякий раз, входя в порт, капитан Стронг волновался. Его охватывало хорошее, бодрое чувство уверенности, покоя. В этой суете на воде, в деятельности, в торговле открывалась какая-то дружественная сторона души другого народа. Разговор здесь шел на общем свободном языке мира и взаимной выгоды. В московицком порту шла такая же, как и всюду, мирная, деятельная, бодрая жизнь на берегу, на рейде, и широко крыл ее красивый звон утренних колоколов. Иностранные корабли заставили своими тушами реку против гостиного двора, двоились в воде, блестели стеклами окон, медными частями, раззолоченной резьбой на корме. Высокие мачты с паутиной такелажей стояли безлистной рощей против бледного неба. На мачтах лениво свивались и развивались пестрые чужеземные флаги. Сквозь звон по тихой воде слышались голоса на разных языках. И всех слышнее были грубые немецкие слова, что выкрикивали друг другу боцмана двух кораблей, стоявших рядом. С берега доносились женский смех, звонкие удары вальков со старых портмойен, мерные крики грузчиков. На берегу против портмойен из окошек торговых бань валили дым и пар. Между иноземных больших кораблей сновали, подваливали, отваливали лодьи, дощаники, насады, а то и просто плотики, на которых ловко плавали дригеля, грузчики, что работали на царском жалованье. Шли дощаники на веслах, на парусах, а под самым берегом — на бичеве. На траверсе последней башни гостиного двора лоцман Прокопий Елизаров хитро взглянул на капитана, поднял руку, разом опустил ее. Загремела команда, затопали по палубе, по вантам побежали матросы. Одни паруса скользнули вниз, другие убирались наверху. Корабль тупо болтнула на месте, грохоча цепью в воду полетел якорь, лоцман тряхнул русыми волосами, стриженными под горшок. «Молись, Богу!» — крикнул он и начал смешно на московицкий манер креститься, крепко тыча двумя пальцами себя в лоб, в живот, в оба плеча. Стоявшие на мостике трое купцов тоже уважительно приподняли свои шляпы, перекрестились ладонью. «Растет Архангельск!» — заметил Эшли. Это уже было видно отсюда, с рейда. Из ворот гостиного двора выбегала новая мостовая и сальши еще до самой Софьинской слободы. А за слободой блестели кресты и купола белостенного Михайло Архангельского монастыря. «Ага!» — прохрепел мистер Кау. «Капитан Ричард, ваши московиты уже не живут в берлогах, они строят города!» Молчаливый мистер Уайт моргнул белыми ресницами. «И большие, — заметил он, — побольше Архангельска. Возьмите великий Устюг, Вологда, Ярославль. «Москва, пожалуй, побольше Лондона!» — иронически осведомился мистер Эшли. «Не меньше, — простодушно подтвердил мистер Уайт. «Больше двести тысяч жителей. И смотрите, какое здесь движение в порту!» Берег был сплошь заставлен мелкими судами, кишел народом. «Принять пристава с правого борта!» — распорядился капитан. К кораблю подходили в дощаннике трое московитов в красных кафтанах да худенький юноша в коричневой однорядке. Над бортом поднялась черная борода пристава, и сам он, широкий в плечах, чванный, гремя саблей, шагнул на палубу, за ним лезли его сопровождающие. Пристав Афанасий Огурцов одернул кафтан, огляделся и, переступив желтыми сапогами с загнутым вверх носками, снял шляпу, отвесил чинный поясной поклон, пальцами правой руки коснувшись палубы. Боярин и воевода князь Василий Степанов на приезде иноземных гостей приказал челом бить и спросить, какой земли люди, и поздоровали, пожаловали. Замолк бас пристава, и петуший голос юноши бойко повторил вопрос по-английски. Трое купцов удовлетворенно переглянулись и вместе с капитаном церемонно оцелютовали черными шляпами. — Мы, английского короля, люди, прибыли с разным нужным товаром в московское царское государство, а доехали мы хорошо и в добром здравии, — бойко перетолмачил остроглазый парнишка ответ капитана. — Эть, дьявол! — проворчал про себя Као. На рейде только что он заметил желто-голубой флаг. — Опять мошенники шведы, опять будут штуки. И в упор спросил пристава. — Давно шведы прибыли. Пристав видел перед собой выскобленное бритвы, словно бабье лицо, со складками жира на подбородке, светлые глаза из-под густых бровей, светящиеся хитростью, напористую силой, и, ничего не уловив из лающих звуков чужой речи, однако понял, что от него что-то хотят выведать. — Московиц сразу схитрил, и, не слушая переводчика, улыбаясь в мех бороды, щербатым ртом, сказал учтиво-медвежьим голосом. — Проезжие грамоты подайте. Слова проезжие грамоты капитан Стронг понял без переводчика, вытянул бумаги из-за обшлага кафтана, показал их приставу, добавив. — Мы и сами будем у его превосходительства воеводы. Лоцман Прокопий вдруг тряхнул волосами оглушительно, поразбойничьи, свистнул в два пальца. — Ермелка! — крикнул он с борта. — Лодью подай! — Вас свояси! И, обратившись к купцам, пригласил озорно. — Со мной, мож, едем, господа купцы. — Благодарим. Мы пойдем на своем шлюпе. Купцы и капитан плыли по искрящейся солнцем реке. Пристав гнался за ними в своей лодке. Высадившись на московской земле, купцы поправили шляпы, локоны и шествовали, опираясь на высокие трости, важные, уверенные в себе, заботливо выбирая, где ступить, чтобы не замарать белых чулок и блестящих башмаков. А кругом двигались, толкались, шумели, кричали, божились, бронились волосатые бородатые люди в толстых шапках, в смурах, синих, коричневых однорядках, в кафтанах, в сермягах, в зипунах, а то и в овчинных полушубках сверхнизко подпоясанных белых, синих, красных косовороток. От берега к воротам гостиного двора, обратно из ворот к берегу, беспрестанно муравьиной цепочкой бежали смерными криками, один за другим полуголые люди, тащившие на плечах, на головах, на носилках тюки, мешки, ящики, катившие тяжелые бочки. При проходе иноземцев московиты подталкивали друг друга под бок, подмигивали, смеялись и говорили так, что пристав останавливался, грозил кулаком и выкрикивал бешено все одни и те же слова. В толпе сновали, зазывали, смешили прибаутками сбитинщики, пирожники, лапшевники, хлебники. Сбитинщик-продавец сбитнее горячего напитка из жженого сахара или меда. Мелькали иногда черные, как маслины, глаза, посрижные по бабье челки греков. В пестрых халатах степенно проходили персы с крашенными бородами, армяне в барашковых шапках конусом, в наборных серебряных поясах, попы в скуфейках с деревянными крестами на шее. Прошли трое голландцев в коротких серых куртках на меху, приподняли грибастые шляпы, пробежали двое немцев. По остеронь деревянной мостовой сидели нищие, пели умильными голосами, протягивая шапки. Отцы наши, наши батюшки, дай вам, Господи, добро здравия, донесь вас, Бог Господь, до крайнего Михаила Архангела. У раскрытых под высокой рубленной башней ворот держал осторожу с десяток стрельцов в красных кафтанах с широкими перевезями через плечо, с которых свешивались заряды, в шапках с разрезом, при саблях, с пищалями в одной, с бердышом в другой руке. Бердыш — широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца. Лезвие было насажено на длинное древко. Этим оружием была вооружена русская пехота XV-XVII веков. Аналогичное оружие в Западной Европе — алебарда. На стене башни, над воротами, перед образом Георгия Победоносца, горела розовая лампада. Перед воротами пристав Афанасий Огурцов приостановился, оглянулся на иностранцев, снял шапку, перекрестился и тогда только двинулся в ворота с обнаженной головой. За ним обнажили головы и купцы и проходили гулкую сырую башню, держа свои шляпы над лед, а стрельцы смотрели на них, посмеиваясь. — Порядок-то осей теперь, видно, знают. — ухмыльнулся в полуседую бороду толстощокий десятник. — Вы учились! — отозвался охотно другой, высокий, молодой, с малиновыми губами, в русых усах и бородке. И добавил вполголоса. — И зачем царь их сюда только пускает? Не христи! Внутри гостиного двора были суплаш, словно начинка в пироге, натолканы, наставлены приземистые избы с широкими дверьми на кованых петлях, с окошками за решетками. Стояли три торговых ряда — аглицкий, голландский, русский. За ними счетные и жилые избы, однако без печей кухни вынесены были на заднюю стену гостиного двора. Отдельно каменная царская кладовая. Всюду товары в ящиках, тюках, бунтах, бочках, укрытые пахучими липовыми рогожами. Проходы и проулки набиты народом. Воздух звенел от криков. Крепло пахло все по-разному. Кожей, овчинами, пряными специями, смолой, дегтем, ворванью. А крепче всего и иногда почти что невыносимо тронувшейся соленой рыбой. Ворвань. Старинное название жироморских млекопитающих, тюленя, моржа и рыб. Трески. Традиционная статья русского экспорта. Пристав довел купцов до их несчетной избы. Оттуда выскочил навстречу длинный сутулый человек в московском зеленом опошне, в меховой шапке и радостно приветствовал по-английски «Привет, во имя Божье!» «Привет, Томас, привет!» — гремели в ответ, и купцы трясли руку своего соотечественника. Мистер Томас Гресс был комиссар английского гостиного ряда, жил постоянно в Архангельске и, всюду имея друзей, был вполне в курсе всех московицких дел и обстоятельств. На худом желтом лице его большие голубые глаза сияли нарочитой доверчивостью и простотой, но вытянутый вперед хрящеватый нос, как будто все время сверлил, нюхал воздух. «О, джентльмены, вы первые лондонцы здесь в этом году!» — говорил мистер Гресс. И подмигнул. «Да разве могло быть иначе, если корабль ведет мой старый друг капитан Стронг?» Мистер Гресс мигом усадил пристава и стрельцов на крыльце счетной избы. Ловкий русский мальчик в голубой рубашке с тканой опоязкой, с подхваченными ремешком льняными волосами, принес им в зеленом кувшине пиво и оловянные стаканы. Купцы с хозяином ушли в избу, сели за дубовый стол на скрещенных ножках, и им показалось на миг, что они дома в Англии. Мерно отщелкивал маятник больших лондонских часов в футляре красного дерева, на стене между фаянсовых тарелок с видом тауэра висело черное распятие, на окошке с белыми занавесками разовел бальзамин. Тот же русский мальчик влетел в избу, подал всем по раскуренной трубке, поставил на стол бутылки с элем, фигурные кружки. Мистер Гресс вошел последним, осторожно, без стука, очень плотно прикрыл за собой дверь и, предостерегающе, подняв тонкий палец, посмотрел на пристава через окно. — Какие новости, Томас? — салютуя синим дымом, спросил Кау. Нос мистера Гресса завертелся во все стороны, он прищурился и указал глазами на суетившегося у стола мальчика. Гости предупрежденно замолчали. А за окнами подымался волной, прибоем шел, то рос, то замирал напряженный могучий шум оживленной улицы. Не разобрать было ни слов, ни воплей, ни руганий, ни божбы, только порой раскатывался схожий с грохтом колес по булыжнику громкий свободный смех, полный довольства и силы. Этот шум убеждал их, не дома они были. В Англии люди не шумят так грозно. Мальчик, наконец, выскочил за дверь, и мистер Гресс смотрел ему вслед. — Этот ребенок работает у меня только полгода, но я уже ничего не могу говорить при нем, — сказал он. — А по-английски? — Именно, именно по-английски, мистер Эшли. Он все уже понимает, и я очень опасаюсь, как бы воеводской избе не стало отлично известно, что говорят на английском гостином дворе. — Очень способный мальчик. — Так все же скажите теперь, что же в воздухе? — хрипел мистер Кау. — Ха! Или вы еще не слышите? — хихикнул мистер Гресс, пригнувшись на своем стуле. — Пахнет гнилой рыбой, слышите? Он потянул носом, что за ним повторили все. Тяжелый запах проникал и в закрытую избу. — Что это значит? — настаивал мистер Эшли. — Воняет рыбой, потому что она тухнет, а протухает она, потому что нет соли, а соли нет, потому что соль дорога, — быстро шептал мистер Гресс. — А дорога соль, потому что Москва наложила на соль большую пошлину, — возможны мятежи. — Откуда вести? — осведомился Кау. — Говорят. — В конце-то концов, это дело самих русских. Мы приехали торговать. — Именно, мистер Кау, торговать, — подхватил мистер Гресс. Но торговать лучше в мирное время, тогда можно не торопиться и товары на обмен выбрать получше, торговаться крепче. Торговля любит мир. А потом еще с кем торговать? С одними боярами? А русские торговые люди обижаются и на бояр, и на нас, на иностранцев. Казна берет себе все, что получше, а те иноземных товаров не видят. — Опять не наше дело. Нам только взять и уехать, — бурчал мистер Кау. — Вот именно! — опять вскинулся мистер Гресс. Потому-то русские купцы и просят царя не пускать в Москву иностранных купцов. Они сами хотят захватить ваши места. — Слишком много новостей. Вы, Томас, молчали здесь целый год и хотите разом выложить все, — хрипел Кау. Это потом. Мы все увезем в наших донесениях парламенту. Скажите просто, что мы можем здесь продать? — Смотря что вы привезли, — ответил Гресс. — Если оружие превосходно, в кабаках да на базарах, везде, говорят, войско готовит молодой царь. — Если так, все в порядке, — буркнул Эшли. Пусть дерутся, только бы покупали оружие. А как с платежом? — Превосходно! С Москвы приехали двое из гостиной сотни. С ними два десятка стрельцов привезли соболей тысяч на тридцать. Все купцы при этой цифре нагнулись вперед к Грессу, разом шепнули, как на исповеди. У кого соболя? У воеводы Ряполовского, да у таможенного главы Кирилла Басова. Эти люди берут? Воевода, как все воеводы, конечно, берет. Басой же, московской гостиной сотни, сам богат. Рыбу здесь ловит, соболями торгует. Из устьюга великого работает на всю Сибирь его брат, земской человек. Говорят, они честные люди. Но, джентльмены, подробности потом. Пора к воеводе. Не тратьте времени. Воеводе объявите ваши товары, а потом вывозите их сюда ко мне. И мистер Гресс подмигнул. — Пока вы дойдете, я добегу до таможенного дьяка, мистера Углева. — Попрошу его, он вам поможет. — Мой друг, — шепнул он многозначительно. — Пристав вас доведет. Англичане двинулись к воеводе. Медленно пробираясь в толпе на береговой мостовой, они встретили троих поводырей с медведями. Один из поводырей, сам кудлатый, как медведь, в сермяге, поравнявшись, крикнул что-то. Медведи заревели, сдернули с башки войлочные шляпы и отбили земные поклоны. Толпа захохотала, засвистела. — Они издеваются над нами, — прошепел мистер Уайт. — Медведи или московиты? Мы должны быть выше этого, — прохрепел Кау. Капитан Стронг засмеялся. — Знаете, мой друг московит Василий как-то мне сказал, что московиты могли бы выставить целое войско из медведей. — И вы поверили? — дернул головой Эшли. Стронг взглянул на Эшли. — Кто знает, — ответил он, — московитый народ необыкновенный. А навстречу из ворот города валили, вертелись колесом скоморохи в цветных лохмотьях, с волынками, дудками, сапелками, пели на разные голоса. — Эй, вы купцы богатые, эй, бояре торговые, ставьте меды сладкие, варите браги пьяные, принимайте гостей голых босых, оборванных, голь кабацкую чернь мужицкую неумытую. И опять толпа вокруг гоготала, и опять во все стороны грозил кулаком пристав. Снова, почтительно раскланившись с иконой над воротами, купцы вошли в город, в путаницу узких улиц и переулков, в крошево подслеповатых из, плавок, ларьков, где шумели пахучие толпы людей, звякали, древизжали колокола. Донеслись гулки и удары Тулумбаса. — Воевода, воевода едет! — завертелся пристав, оправляя обеими руками на себе шапку, потом оружие. — Воевода! Бежали в смурых кафтанах земские ерышки с батагами в руках. Ерышка, ерыга, ерыжные люди — название некоторых категорий людей в России 16-18 веков. Ерыжные люди — бурлаки, грузчики, емщики, низшие служители в государственных и демских учреждениях, приходах. В обиходе термин обозначал деклассированный элемент — беглых, презрительное обозначение — пьяниц Голи Кабацкой. — Путь, боярину и воеводе! — кричали они. — Путь! Народ опрометью разбегался в разные стороны. Купцы оказались прижаты к бревенчатой избе с широким окном и прилавком, над которым свисала пара сапог. Из лавки выглядывал рябой в рыжей бороде встревоженный сапожник, хватая товар с прилавка. — Ин, ладно, что еще один едет Барматалон, а то враз все схитит, брюхт, как вывалил глазами, так и стрижет черт! На гнедом бахмате, глядя медведям, тяжело ехал плотный боярин, вытороченный соболем низкой шапки, в кафтане с серебряными травами по зеленому полю, под поясанной саблей с каменьем, долбя неотрывно в небольшой барабан у седла. Люди, подбирая животы, жались к стенам исп, к заборам, к воротам, ломали шапки, кланились в пояс, пряча в землю удалые дерзкие глаза, дугой выгибая спины. С коня в упор глянули на иноземцев черные огненные глаза на бледном, одутловатом лице в черной бороде, и все четверо англичан, склоняясь и отступая шаг назад, свесив наперед локоны, отмахнули шляпами учтивый салют, тихие, покладистые, как всюду проникающая вода. Раз, раз, раз — гремел барабан, стучали по бревнам вперебой конские копыта. Среди присмиревшей, притихшей, в переулке разбежавшейся толпы ехала сама олицетворенная московская власть, прямая, грубая, удержу незнающая в своей силе. Воевода ехал в таможенную избу, как сказал пристав, и вспотевшие купцы старались не отстать от сильного коня. Тянулась кривая в клубах пыли улица, отбегали в стороны узкие короткие переулки, проходили лавки с разными товарами, крытые зеленым дерном, тягом, соломой избы, на узких дворах средь огородов и деревьев, брякала жестяным голосом рубленная церковь с синими главками, на площадках разводьями стояли лужи, отражавшие небо. У соборной церкви спаса преображения показалась таможенная изба, сложенная из вековых бревен, большая, побуревшая от времени снегов, ветров, солнца. Высокое крыльцо с петухами подпирало пара расписных столбов, вытесанных на манер пузатых кувшинов. Согнув в поклоне спины, перед крыльцом замерла толпа челобитчиков, раздвинутая палками ерыжек направо и налево. На крыльце, поджав губы, скомков в руках шапку, стоял таможенный голова, московский гость, великоустюжский торговый человек Кирилла Васильевич Басой. Мистер Гресс уже стоял с ним рядом. Запыхавшийся ерыжка подставил скамейку, воевода грузно шагнул на нее с афьянным сапогом, стал подыматься на крыльцо, и с каждым шагом воеводы гнулся сперва все ниже и ниже в чинном поклоне, а потом стал разгибаться таможенной голова босой. «Боярин и воевода», — вымолвил разогнувшись Кирилл Васильевич. «Поздоровуль?» «Здорово, Кирилл Васильевич», — ответил воевода, приподнимая круглую шапку и поволчьи стуловом, повернув голову за стрельцом, что уводил его жеребца. Нагнувшись под притолоку, воевода шагнул в переднюю избу, снял шапку, молясь на образ. Челобитчики, тесня друг друга, валились на колени. А дьяк Федор Углев мигнул купцам и, проворно сбежав с крыльца в мягких своих сапожках, провел гостей по травяному двору прямо в заднюю избу. Задняя изба была пуста, в квадратные оконца хлистал солнечный свет, пятна его горели на скобленном полу. Средь избы стоял под алым сукном большой стол. За ним рядом два кресла резных, на них подушки кованые. В переднем углу перед иконами горела лампада. На столе медные чернилинки с гусиными перьями на готове, разбросаны столбцы, склейки бумаг, книги в кожных переплетах. Крытые истертыми полавочниками лавки протянулись у бревенчатых стен. Дьяк Углев показал абелецким людям на боковую лавку, улыбнулся ободрительно. — Сидите, — сказал он, — в ногах-то, правда, нету? И убежал в переднюю избу, гудевшую, как улей. И впрямь крепка оказалась дружба Дьяка Углева с господином Фомой, как величал Томаса Гресса Дьяк. Часу не прошло, а уж воевода с головою заседали рядом за столом в креслах, а купцы напротив на лавке в шляпах, в локонах, упершись тростями в пол. А мистер Гресс читал уже деловым голосом росписи товаров с корабля «Счастливое предприятие» в Московию. — Цепей ошейных золотых с алмазами да жемчугами — пять, — стучал его голос, — да перьев золотых же на шапку с алмазы и лалы — три. Лалы Рубины Голова скосилась на воеводу, а тот, из-под набрякших от вчерашнего хмеля век, внимательно смотрел на стол. Муха грелась на солнце, прочищая лапками хоботок. — Наелась, вот и чистится, — думал воевода. — Улетит небось сейчас, и купцы тоже заберут соболя и улетят. А цепи с алмазы боярин Борис Иванович заберет. Ух, силен Морозов! — Серьги с алмазы да с яхонты двои, во-во, думает воевода, их бы да той бы девке подарить, Аньше. И опять перед воеводой та девушка Анна из деревни Семжи, энда душа болит. — Перстень большой с алмазом, кругом алмазы же помене. Этот Морозов молодому царю подарит. Да запонов слалы, да сапфиры, да зарукавьев золоченых с яхонты, да жемчуги, да жемчугу окатного пять гривенок. — Или я не воевода тут, — думал боярин, слушая чтение росписи. — Ежели она волей не пойдет, не смогу я силой взять. Да что, девка, дура, что ли? Я ж ее счастливлю. Первые со всего города бабы будут ее в мыльню водить. Мирно светит лампада перед иконами, но мира нет в задней избе. Черным рядом сидят у стены на лавке чужеземные гости в шляпах, гордые, уверенные в себе. Черные длинные трости блестят, как копья. Они привезли в Московию все эти драгоценности, все эти диковинные предметы, зеркала, кубки, органы, картины. В эти кольца, запястья, серьги, алмазные перья на шапке привыкли уже рядиться бояре, чтобы еще выше стать над смурым народом. Еще краше, еще недоступнее, как стоит каменный с золотом столб Ивана Великого промеж деревянных избушек Москвы. И всех бояр выше, краше, ослепительнее солнца, сияет царь московский в иноземной парче, в каменьях, в жемчугах, словно божья икона в драгоценном окладе. Кто с ним, с таким, поспорит? Кто посмеет слово сказать против него, противу его слуг, бояр? Мистер Гресс кончил чтение росписи, все смотрели на воеводу. Все взять на государя распорядился тот, поглаживая бороду рукой с большим перстнем. Да чего богата теперь Москва? А ведь после литовского разорения, почитай, ничего не оставалось. В царевом верху инда пола не было, все содрали, все утащили усатые паны в Литву. Царев верх — царский дворец. А как сам польский король, Жегемонт, их помер? Тогда же положили его в гроб в шапке московского великого князя, из Москвы стащили. А теперь богато стал жить царь-то. До двадцать пудов сахару головного аглицкого самого лучшего, до пять пудов леденцов цветных, до пуд леденцов затейных, вычитывает мистер Гресс. Ну, даст вот бог, справлю осенью государеву службу в Архангельском, наберу соболишек, да ворочусь с Анной в Москву, думает воевода, нужно на царских глазах быть в Москве. И тут изловчился боярин и воевода, и враз зло прихлопнул на зойливую муху. Голос Томаса Гресса замолк. — Брать все, — на государев обиход определил воевода, — что дали. — Да привезено же на корабле том, — стучал опять голос Томаса Гресса, — на корабле том пороху в бочках новых семьсот семьдесят пудов, да свинцу четыреста семьдесят семь пудов. В кабаках петух кричат, что война будет, а как все дьяволы пронюхивают, думает воевода, да с Москвы и книгу из разряда вечер прислали, чтоб по ней стрельцов и ратных людей учить, учение и хитрость пешего ратного строю. — Да привезено еще, — читал Гресс, — стали свейской сто пятьдесят пудов, свейский шведский, да панцири железных пятьдесят восемь, да досок железных двести пятьдесят пудов, железные доски листовое железо, да прутьев стальных шведских же двести семьдесят пудов, да пистолей сто двенадцать, да меди чистой триста пудов, да колоколов двои. — Это доброе дело, — сказал воевода, — на государе все, кому же порох и покупать, как ни государю, его вся сила. Все, что привезли эти гости, принял воевода на государев, обиход широкой своей рукой. Забрал он и много серебряных денег, рейхсталеров, на которые московская казна ставила свои клейма и пускала в оборот, как ефимки. У самих-то серебра было мало. Когда все товары были объявлены, мистер Кау поднялся, как старшина, и хриплым голосом, выразив благодарность боярину и воеводе, повитался с ним за руку. А на вопрос мистера Кау о расчетах воевода побычьи мотнул головой на таможенного голову. — Кирилл Васильевич теперь с вами и посчитается, и разочтется. — Соболей-то возьмете? — обратился он прямо к купцам. Вместо ответа широкие приятные улыбки разлились по всем лицам, трости качнулись вправо и влево. — Ладно, ваше дело торговое, ну и торгуйтесь. Много спросите, не заплатим. Поднялся таможенный к головам. — Спасибо, князь и воевода, — с поклоном сказал он, — спасибо на прямом слове. — Твое государево дело приказать, наше земское дело выполнить. Мы торговые люди, торговля любит счет. Ты изволил принять, а мы заплатим по-хозяйски, как земле выгодно. Соболиную казну мы покажем господам из Лондона. Пусть отбирают помаленьку, и лишнего господа тоже не дадим. Воевода, опустив поводье, медленно ехал в обрат по городу на свой воеводский двор. Солнце перевалило далеко за полдень. Городские люди, давно пообедав, спали. Но лавки не спали. Здесь не Москва. Здесь гудела ярмарка. Годовой торг. На площадке, где стоял кабак, у его распахнутых ворот, носился гудел смех. Давешние скоморохи давали представление. В драной овчинной шубе, в высокой горлатной шапке из сосновой коры, сидел на бревне перед кабаком боярин, с выпеченной далеко вперед нижней губой в пеньковой бороде. А перед ним в цветных лохмотьях кувыркались скоморохи, били челом, в переплясе несли ему посулы в рваных лукошках. Кто камней, кто песку, кто лопухов. Посулы здесь взятки. — Что вам? — спрашивал боярин. — Правды ищем, боярин, — отвечают те. — Прочь, — орал боярин, — нету смерды, нету вам правды. — Ой, боярин, ой, воевода! — плясала перед ним цветная метель веселых размалеванных рож и масок. — Люба, тебе над нами величаться, давай правду, не то с тобой расправимся. И боярин пляшет, бегает уж от лохмотников, а те стягают его прутьями по толстому заду, тащат топить в лужу. Яростно загремел тулумба с воеводы. — Путь князю и воеводе, путь! — вопили земские ярышки. Толпу словно метнуло, она повернулась к подъехавшему тихо воеводе и повалилась в пыль, пряча озорные глаза. Воевода высоко поднял плеть, крикнул хрипло. — Скоморохов схватить в земскую избу! Гончими псами гнались за лохмотниками и ярышки, и тайные истцы, а те ныряли, уходили в поднявшиеся на ноги взбившиеся плотно толпе. Под воеводенным конем оказался коренастый монах с яркими глазами. — Не замай, боярин, народ! — говорил степенно он. — Народ тешится. Чего плохого? — Скажи-ка нам, боярин, вот откуда нам соли взять, чтобы рыба не воняла? — Что за человек? — Соловецкого монастыря Келлорь, Чернец, Никанорья. — Привезли рыбу, а соли не купить? — Чего, боярин, делать велишь? Келлорь, лицо ведающее хозяйством монастыря. — Ты народ бунтуешь, вор, взять! — крикнул он ярышком. — О слабоните, о каянные! — Соловецкий я человек! — Боярин, а правда где? — кричал монах, боясь с вяжущими его ярышками. — А соль-то где? — Соль! — Воевода ехал уже далеко, на своем гнедом Бахмате. Бахмат — тюркское название породы лошадей, перевозящих тяжелые грузы. Келлоря, Никанора, увели, гул и шум не унимался, а пуще прежнего гудел морем. Глава четвертая Устюг Великий День за днем убывает ярая сила солнца, прошли праздники преображения до успенья, и первого сентября приходит Симеон, летопроводец, день Нового года. Первого сентября Новый год отмечался до 1700 года. Кончается архангельский веселый торг. Иностранные и московицкие гости уже докричались, добились сходной цены, ударили по рукам. Иноземные корабли погрузили отменные московицкие товары, первей всего меха, соболье, песовые, лисьи, чернобурки, огневки, сиводушки, беличьи, медвежьи, волчьи, рысьи, сало да поташ, ворвань да деготь, пеньку, лен, кожи, воловью да лосиною, да зерно хлеб. Поднимают паруса, уходят Белым морем в Европу, продавать, наживать золото. Вследом смотрят с берегу московиты, машт рукавами да шапками, принимаются за свои дела на этом море, в лесах, городах. Велико оно, студеное море, бесконечно его извилистые, изодранные берега, губы, заливы, бухты, от варяжской губы до вшивой губы, от глубокого жерла Белого моря, уходящие все дальше и дальше на восход солнца, туда, за остров Колгуев, за Вайгач, за полуостров Ямал, за Двину реку, за Мизень реку, за Печору реку, за реки Обь, Енисей, Лену, за Колыму, к земле Чукотской, к земле Камчатской. Суровы земли по берегам Студенного моря, за высокими прибрежными скалами стелются болотинами тундры в жалкой низкорослой растительности, летом белые от моха ягеля, зимой от снега, засыпанные камнями, распадающимися в дресву, в песок от жестоких морозов, ветров летнего солнца. А отступя от берегов вглубь земли, за чахлым сорным мелколесьем, раменьем, стоят стеной и уходят к востоку темные леса. Океан леса шумит рядом с океаном вод. Леса тянутся от Карпатских гор, от Балтики и до Охотского моря до Камчатки, тайбалами до Урала, урманами через всю Сибирь, тайгами по Дальнему Востоку кроют леса своими зелеными овчинами, почитай полмира. Язык наш хранит до сих пор звучные слова, точно означавшие эти леса, эти конды, чистые боры, из позванивающих вечным гулом красноствольных сосен, эти вкрапленные в Краснолесье болотистые чернолесные калтусы, волчьи гиблые места, эти пышные лиственные уремы по берегам и поймам тихих лесных рек, эти осиновые пармы, эти уймы, крупные светлые хвойные леса по лесным гривам, непроходимые дебри, сплошное мелкое чернолесье по низким раздолам, чахлые еловые болотистые согры, наконец, эти суземы, дремучие леса из многообхватных, многосоженных великанов, заваленные буреломом, трухлявыми лесными трупами, заросшие пышными зелеными бархатами сырого мха. Темные бесконечные леса, полны шорохом, гулом, движением, жизнью, зверьем, качаясь под ветром, друг об друга трутся и стонут деревья, перекликаются голоса птиц, здесь, в суземах, спит зимами медведь, хозяин, боярин, медовая лапа, кормится же он в раменьях. Здесь, на неистовом тяжком скаку, грохочут через чищобы лесные кони-лоси, здесь, в урожае ореха лесного, кедрового, родится неисчислимое поголовье мелкого пушного зверя, несущего на себе мягкое золото, белки, горностаи, колонки, куницы, а главное — соболь. Из древле, из подволь, заселили эти леса русские молчаливые люди. Между двух богатых океанов, деревьев и воды, люди сошли. Отступают сюда давно, веками уходят с запада к востоку, ища мира в лесах. Веками они ведут здесь ожесточенную трудовую борьбу против леса, отбивая себе места для пашни на роздерях, розчастях, на роскосях, на новотнях. Валят деревья топорами, сплошь постелью, и так возникали валки, чащики, починки. Отобрав добрые лесины для стройки, они безжалостно жгут остальное, так возникали пожоги, палы, огнище. Простыми кольями, валами, они с хрустом в спине корчуют бесконечные пни, опрятывая новины, закладывая среди темного сплошного леса новища, нивы, подрожь, овес, лен. С новин брались богатые урожаи и в сам двадцать пять, и в сам тридцать, а то и в сам шестьдесят, а через год-два земля шла в Перелог, в Непаш. И люди снова вгрызались дальше в леса, они селились здесь на сыром корне, ни приях имения, ни от князя, ни от епископа, и паша на нови себе покоя не дах, говорит летописец. В лесной тиши, вдали от войн, от княжьих раздоров, эти до земли добиравшиеся, садившиеся на землю свободные люди занимали займища, починали починки, селились в селищах, в селах, из дерев рубили деревни. Среди селений обозначались центры, погосты, куда съезжались гости, торговые и деловые люди. Возникали торги, торжки, где местные жители обменивались продуктами леса, воды и человеческого труда. Здесь власть держала вече, народное собрание, выбиравшее мудрого старого старосту. Здесь же рубились деревянные храмы, центры, занесенные сюда через Киев и через Новгород далекой культуры Константинополя. В мирных северных лесах, на реках, на отоке моря, вдали от зажима вящих людей Новгорода, вдали от тяжкой военной руки, растущей и крепнувшей южнее Москвы, жили свободные вольные крестьяне, христиане, укрытые в лесах, не знавшие над собой никогда ни татарщины, ни крепостного права. Уплыли из Архангельска в Европу иноземные груженые корабли, а московиты муравейно грузят свои посуды, чтобы гнать их с товарами вверх по двине. Труден путь, двина не глубока, плыть можно только на легкой посуде, а от Архангельска до Вологды по речным-то кривунам в лесах будет вся тысяча сто верст. В осеннюю рыжую непогать тянутся суденушки под низкими тучами, под дождями. От Вологды до Москвы исконным санным путем тоже не близко, хорошо, ежели товары попадут в Москву к Рождеству. И первым большим городом на этом трудном пути встал на реке Сухани город Великий Устюг. Стоит Устюг Великий, там, где Сухана река до юг река, обнялись, слились в двину реку, побежали вместе в студеный океан. На самом остроге, в слиянии, стоит городище, по-московски Кремль. Стена деревянная по Осыпи идет кругом, на триста семь сожжен. Семь ее башен отражаются в черной Сухани, Дровяная, Сретенская, Вознесенская, Кабацкая, Архангельская, Спасская, Водяная. В этот ноябрьский хмурый день валит медленно на них крупный снег. Под водяной башней водяные ворота, выход на реку Сухану, а ворота Сретенские ведут в соседний большой острог со стенами в тысячу триста сожжен. А дальше за теми стенами посад, слободы, сельца, огороды да сады. В городище народу живет немного, там больше стоят осадные дворы да амбары торговых людей для бережения. Осадной двор — своеобразная крепость в стенах на случай осады. У водяных ворот амбары именитых гостей Строгановых, а промеж тех амбаров дворы Тренки, Гиганова, Бирюча, Бирюч глашатый, Гаврилки, Кораблева, да и Вашки игумного. Пуст брошен стоит тут же дворишка Васьки Тючкина. Избенка скособочилась, тын покосился, и нет хозяина Васьки, сбрел от долгов в Сибирь, а дворишка со зла пропил. На площадке у церкви святого Варлаама Строгановский двор. На приезд деловым людям и хранят его две надворницы, две нищие вдовы, Фекла да Аксинья. У Сретенских ворот, среди малых дворишек, а с одной двор до амбары Великоустюжских торговых людей босых. А рядом избенка обросимки Лаврова, что бродит меж двор, кормится от мира. И тут же один к одному пять дворов Гришки Тихонова, Скорника, Ивашки Евдокимова, Шапшника, Шумилки Кутейникова, Ярышки в земском суде, Ивашки Иванова, Ярышки в винокурне, да Никишки Загибалова, Сапожника. Тесно в городище, И малы в нем дворы, Все больше по пять-шесть сожжен Длиннику, да по три-четыре Поперешнику. Вот и все владенье, Не больно тут настроишь, Да напашешь. По улицам переулкам Большого строга и посада, Как начинка в пироге, Понасажены мелкие дворишки. На них избушки рублены, Купленные готовыми на лесном торгу. С окошками волоковыми, Слепыми, из бычьего пузыря, Да и спаются, Редко где слюдяные. В них живут и работают неутомимо Гребенщики, Сапожники, Рукавишники, Шапшники, Свечники, Шубники, Крупники, Кожевники, Водяные люди, Что по сухани, Да по двине, Посуды чинят. Калашники, Мыльники, Ложечники, Хмельники, Рыбники, Котельники, Разлотоварные люди, Торговцы в отъезжую. Живут тут лука, Собакин мясник, Судебные ярышки, Масленники, Трапезники, Харчевники, Плотники, Портные мастера, Завязышники, Кошатники, Собашники, Кузнецы, Пирожники, Солоденники, Серебренники, Оловянщики, Кишечники, Овчинники, Горшечники, Коновалы, Свечники, Складники, Богомазы, Иконники, Рыбные да мясные прасолы, Бражники, Площадные дьячки, Что на площадях людям грамотки чтут, Да пишут, Чего кому надобно, Толоконники, Огородники, Коноплянники, Житники, Скоморохи, Хомутники, Сидельники, Пивовары, Жерновщики, Войлошники, Винокуры, Витошники, Дровосейки, Колесники, Сабельные мастера, Уздники, Всяких дел люди. Живут в Устьюге великом, Трудятся неизбывно Черные, Тяглые люди. Люди эти за труд Свой жалованье Никакого не видят, А против того, Получив по клочку земли Под двор, Работают на себя, А тянут на государя, Со своих дворов Платят и пошлины, И налоги, И оброки, Платят все, Что положено на всех их, По разрубу и размету, Платят их сполна, Отвечая друг за друга Всем миром, Иногда попадая И направешь. А рядом с теми Черными дворами Дворы белые, Что владыки не платят. У Причистинской церкви Стоит белый двор Варлаама, Митрополита Ростовского, На случай приезда Пошлин, Тот большой Семнадцать сожжен Длиннику И пятнадцать сожжен Поперешнику. У Христорождественской церкви Воеводский двор, Он того, Митрополичьего, Поболе, Да рядом двор На приезд Приказным людям, Да еще в Устюге Белых дворов Протопопов, Да попов, Да приказных, Да палашевских Всего более восьмидесяти. Палашевские, Палачские. Они ничего не платят, Зато величаются, Что все имеют. Крепко, Ладно работают Свой товар Тяглые люди В Устюге Великом, И далеко Везут те их товары Торговые люди По всей земле. Лихолетие Давно избыто, Мир прочно Встал над землей. Давно уже Не приходилось Им, Посадским И городовым людям Вскакивать От ночного набата Со всех колоколен, Бросать работу, Бежать, Сломя голову, Спасать, Тащить пожитки В Кремль, Да вставать На оборону На башни, На деревянные стены, Каждый куда И каждый с чем Ему положено, С топором, С копьем, С адаком, С пищалью, С мечом, С бревном, С камнями, С кипятком, Со смолой И с тревогой, С проклятиями, А то со слезами Смотреть из бойниц, Как из окружных лесов Бегут, Спасаются в крепость Крестьяне С полей, Из окрестных сел До деревень, А за ними гонятся Лихие воровские люди. Садак, Набор вооружения Конного воина, В которые входили Лук с налучьем, Стрелы колчан. Мир стал над всей Московской землей С тех пор, Как избыли всем народом Великое Московское Лихолетие. Таким-то сумеречным Ноябрьским днем Под медленным снегом По черной реке Шли лодьи Из Архангельского На парусах, Веслами, Людской И конской тягой. Возвращался Домой Вустюг Тихон Босой, Везя с собой Все, Что промыслили Его артели За лето Сельц в бочках И семгу, И палтус, И треску, И ворвань, И гагачий пух, И рыбий зуб. Весело Крестились На церкви Его ватажники, Звонко кричали Встреч с берегу, Ревели с радости Заждавшиеся Жены, Ребята, Сестры да матери. Все справил, Все изладил, Как надо, Как уговорено Было с батюшкой. Тихон Васильевич Однако вернулся Нерадостен, Сумен, Словно сумеречный день, И дождик слезой Блестел в его бороде. Он и домой пошел, Не сразу, Ни день, Ни два прожил В стану На берегу С ватажниками. Надо было Сгрузить товары В амбары, Рассчитаться с артелями, Назначить, Какому товару Куда идти. Встретился На берегу С отцом, С Васильем, Васильичем. Договорили мало, У того на руках, Дело еще больше, И Сибирь, И города, Все нужно Наладить, Обговорить. Отец Только посматривал На сына Острым глазом, Прослышал уж он, Почему не радостен Сын. Но время вышло, И Тихон Шагал от водяных Ворот По воздыхальной Улице, Мимо сплошных Тынов, Мимо закрытых Ворот, Синий кафтан На распаш, Малиновый Зипун Макрел От снега. На Рождественской Улице Так все Знакомо, Три плакучьи Голые березы Свисли Над могутными Воротами Двора Босых Лают Псы Ни с того Ни с сего Заливисто Пропел Петух. Должно Молодой, Усмехнулся Тихон, Дурак Тоже, Кубытья От тебе И Аньша, Батюшка-то Дома ли? Что Скажу? Загремело Кольцо У калитки, Псы Залаяли Пуще, Толканул Тихон коленом Вошел На мощеный Двор. Жилая Изба Босых В два Жилья Высилась Несокрушимо На подклете Из двух Обхватных Бревен По три Окошка В жилье В белых Резных Наличниках Под резным Коньком. Сене Отделяли Избу От Прирубленного Теплого Чулана К сеням Вело Крыльцо С высокой Лестницей. В нижней Избе Должно Быть Топилась Печка, Потому что В окнах Полыхал Отцвет. Верхние Окна Светились Ровно Свечами. Встрепущая Изба Поодаль Стояла, Видно, Топилась. На крыльце Сестренка Марьяшка Зябла, А умывалась Из глининого Рукомойника. На стук Калитки Обернулась, Раскрыла Огромные Глаза, Руками Замахала, Рванулась С рундука, Слетела Ровно Птица, Повисла У брата На шее. Ласковая Девчонка, Румяная Брови Соболиной, Коса С лазоревыми Косоплетками, Чуть не До земли. Ой, Тише, Тише, Стонет, Ой, Родной Братик. Отзынь, Сестренка, Говорит Тихон, Рвет Шеи Сестру, А самому Ровно В сердце Солнце Светит, Ведь с полугода Дома Не был. Батюшка-то У себя. Ой, А мы-то Думали, Николи Ты не Приедешь, Спогибнешь В море Синим Под ветрами Буйными, Подвывала С радости Девка. Ой, Тише, Тятеньки Нету, В таможенную Избу Позвали, Дядя Кирилла Из Архангельска Тоже Приехал. А матушка? А мамонька Баню Смотрит, Справно Ли Топлино, Как дядя Кирилла Любит. А и бабенька Ульяна Уже Приехала, В верхней горнице Сидит, Книгу Чтет. Бросила Его, Взлетела На крыльцо, Открыла Дверь В избу, Закричала На лестницу Бабенька Ульяна Тише Вернулся Братик. Крик Ее Всполошил Двор, И когда Тихон Взбежал На крыльцо, Открывая Дверь С лестницы В сене И в горницу, Весь двор Был в движении Изо всех Исп, Служб, Сараев, Завозин, Бежали люди, Мужики и Бабы. Тихон, 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 Опустив Ей большим Большим Обычайом В ноги, Поднялся, Принял Благословение, Поцеловал Сухую Холодную Руку. Бабка Ульяна Показала Ему На лавку Устала. Садись, Внучек, Сказала Она Сильным Голосом, Какого Нельзя Было И ждать От старухи. С чем Приехал? С добром Ли? Много Ли Дела Доспел? Давно Еще При царе Иване Васильиче Начал В Устюге Торговать Посадский Человек Босой Семен Кузьмич Из Подгородных Черносотных Мужиков Сперва Работал Он Соляным Приказчиком У Строгановых А потом И сам Стал Гостем Как Семену Кузьмичу Помирать Это Уже Было При царе Федоре Ивановиче Вложил Он В Троицкий Монастырь На Гледине Что Под Устюгом Напомин Души Две Деревни Чернавую До Золотовцева И Остались После него Два Сына Василий До Алексея Семеновичи Братья Басы Пережили Лихолетие Можно сказать Хватили Всего А когда В Нижнем Новгороде В Ярославле В Костроме И в Северных Лесах Поднялся Народ Идти Освобождать Москву Да сажать На престол Царя В Замосковье Бурно Оживали Старые Вечевые Вольные Порядки А по ним За Уралом В Сибири С новой силой Развернулась Деловая жизнь Москва Еле-еле Сводила Концы С концами После Великого Разорения Басы Работали Как Всем Заново Строя Государство Как Когда-то Работали Их предки Крестьяне До треска В Хребте Расчищая В лесах Место Под Солнцем Для своих Полей Сея И пожиная Хлеба Строя Избы Деревни Города Крепости Церкви Кромя Осадного Двора До Амбаров До Торговые Дворы До Амбары В Сибири В Мангазее Тобольске Енисейске До Своя Ямская Гоньба До До Щаники До Лодки По Сибирским Рекам Все Дальше И дальше В Сибирь Уходили С торговлей Басы Басых И в Москве Заметили Царь Михаил Алексея Семеновича За его Ум Да За Оборотистость Вызвал На Москву Грамотой Взял В гостиную Сотню Где тот Помогал Налаживать После разрухи Московскую Торговлю Правил Разную Царскую Службу Алексей Семенович Жил и Работал В Москве И хоть Стал Для Устюга Отреж Ломоть Но Все же Много Помогал Он В московской Приказной Волоките Своему Брату Коренному Устюжанину Василию Семеновичу Что Вершил Всеми Делами Басых За Уралом И женат Был На красавице Улите Ивановне Так звали Старицу Ульяну До Пострига Пятерых Сынов Родила Василия Семеновичу Улита Ивановна Василия Андрея Кириллу Семена До Богдана До Одну Дочь Феклу Семенович Устюженович Пожил недолго. В одной из деловых поездок подцепила его в Москве чума, похоронили его безвременно. Бабка Улита осталась старшей вроде. Сперва занималась была делами, но, видя, что старший ее сын Василий Васильевич в делах силен, отошла и постриглась в Троицком монастыре, что под устюгом на Гледене, вложив в обитель всю свою часть поделиться. В келье малой живет мать Ульяна. За решеткой окна березы желтые метутся, лист трясут, дождь, ветер. А в келье свечи, лампады, аравийским ладаном пахнет. Тишина. Ждет неотступно старица Ульяна, что и ее душа утихнет. Да не утихает оно, житейское море, хлещут взводнем воспоминания, мучат. Иной раз вдруг ночью проснется она, слыша свой же смех, звонкий да грешный, и видит Ульяна мужа рядом с собою, синие его соколиные глаза в черных весницах, чует хмельное его дыхание и сводит память старицу Ульяну, корежит ее, как бересту в огне. Вскочит она с постели вдовьей, упадет перед иконой, опять память жжет. Взял-то каменье богатое покойный муж Василий Семенович в одной торговой своей удаче, убив в ссоре персидского купчину у озера Ямашевского, как ходили туда за солью. С той персидской казны сильно в раз разбогател тогда босой Василий Семенович, что ни возьми в руки, все память о муже, о его синем взоре, смелой хватке, его крепких руках. После Михайлова дня, 8 ноября, каждый год гостила старица Ульяна у своих, смотрела, как кипело дело на босовском дворе, сытыми да богатыми теми осенями. Тогда двор босых на Рождественской улице, длинной, заставленной избами в два порядка, был похож на Собинную деревню. Собинная здесь своя. К осени после Архангельской ярмарки в Устюг съезжались торговые люди, и среди них подъезжали приказчики из отдаленных городов, с сибирских станов босых вплоть до Якутска и Охотска, подвозили пушнину в оленьих сумках да в ящиках. Кипит и по осени великий Устюг, подошли холодные товары из Архангельска, Вологды, с Верхней Камы, из Москвы, из Ярославля, Костромы, Галича, Юрьевца. День и ночь толклись во дворе босых в это время люди. Своих приказчиков бывало съезжалось, почитай, до сотни. Приказчики у босых, да и у других семей, шли в Сибирь в торговые экспедиции не на одно лето, а на год, на два, а то бывало и на три полных года. Связь с Устюгом надолго утрачивалась, и дело приходилось вести на безусловной договоренности. Каждая сторона должна была полагаться исключительно на совесть другой, на договоренный интерес. Дело все вел сам старик Василий Васильевич, и с ним четверо его сыновей Кузьма, Павел, Степан и младший Тихон. Отец работал дома, а сыновья по сибирским до северным рекам метались в трудах и в заботах. Глава пятая. Обида. — Садись, садись, внучек, — повторяла старица Ульяна. — Так сказывай, хорошо ли дело доспел? — Ладно, бабенька, все ладно, — отвечал Тихон. Как батюшка приказал, все и сделал. И рыбы артели взяли хорошо, и морского зверя все ладно. — Так чего ж ты не весел? — А чего ты сколько дней на берегу сидел, домой глаз не казал? — спрашивает старица. А глаза ее душу Тихонову щупают. — Чего молчишь? Встал разом Тихон перед старухой, шапку об пол бросил, руки раскинул, стоит, как скала. Обида сердце режет. — Бабенька, — говорит, — а у самого на ресницах слезы. — Вот ты мне, мальчишки, — сказывала, что правда всегда верх берет. А скажи, бабенька, что мне делать, когда холмогорский воевода мою невесту у меня увозом увез? Старица Ульяна сидит ровно деревянный Нил Столбинский с Селегера озера, руки на коленях, черное платье, глаза смотрят по Соколиному. — Каку такую невесту? — медленно выговорила она. — Да как же ты ее высватал! — По благословению родительскому или нет? Или девка сама тебе просваталась? А? Сказывай, как было дело. Что скажешь, как было? Как всегда бывает с тех пор, как земля стоит. Высок, прочен, стоит в деревне Семже дом Якова Сафроновича Паншина. С подклетью, в три окна, с большим двором под крышей, с амбаром, ворота крыты бревном с перегибом, веселое резное крыльцо, да и внутри все пестро, все красно, печка подписана снизу золотыми подсолнечниками и красными цветами. Липа запахом цветом манит к себе пчелу, изба Паншинах влекла к себе людей своим ладом. Споров там не бывало, разговоры были самые простые, все было ладно, урядливо. Тихон Босой позапрошлую весну на пути в Белое море впервое остановился всем же, чтобы набрать там одну из своих ватак. Да так и утонул в ладу в мире этой крестьянской черной семьи. Все там было ладно, чисто, обильно, щедро, добро. И еще одно — там была дочь Анна. Анна и Тихон были неговорливы, да и что говорить, когда и так все ясно без слова. Простые люди жили вольно, и оттого тут все так ладилось, так был весел всякий труд, словно уборка хлеба в урожайне жарким предосенним днем. Тихон Босой был одной стати с этой крестьянской семьей, только паншины сидели на месте в земле, словно стая рыжиков под зеленой елью в мягком мху, а он носился на лодьях, не зная покоя, все собирал богатые плоды природы и труда. Так Тихону и Анне и говорить-то почти не пришлось, когда они весенней черемуховой ночью сошлись на огороде, обнялись, прижались друг к другу. Да что тут скажешь, когда за них все уже сказано самой природой, и им оставалось только повиноваться, чтобы дальше жить вместе, в красоте, в труде, как и все вокруг. Оставалось только повенчаться, а потом трудиться и растить дальше свое гнездо. Уплыл Тихон и Семжи этим летом в Белое море за рыбой. Пришла осень. Вечером в избе паншиных горела полыхая в железном светце душистая лучина. Угольки падали и шипели в воде, когда с улицы донеслись грубые голоса. Анна подняла голову от гребня, за которым прилален, прислушалась. Тетка Аксинья остановила работу, выскочила из-за ткацкого стана, прильнула к окошку. «А но, батюшка, уж не к нам ли кто?» — сказала Анна. «Ах ты! А кто?» — спросила с голбеца, фекла ее мать, и стала перевязывать платок на голове. Голобец, а точнее голбец, припечье со ступеньками для всхода на печи и на палате, с дверцами, полочками внутри и с лазом в подполье. Яков Сафроныч, да братишка Гриша, что сидели у самой лучины, ложки резали, не подняли головы. «Кому быть?» — проворчал старик. «Видно, кто-то по реке приплыл. А ну, сынок, выбеги, погляди». Плыл тут как-то по весне мимо из Холмогор холмогорский воевода, князь Ряполовский Василий Степанч. Подходило скоро время встречать в Архангельске иноземные корабли, и пришлось остановиться всем же. Князь и воевода заночевал в избе Паншиных. Смутен был воевода на Красной Горке, только что похоронил он жену свою, Марью Дмитриевну, что в дороге с Москвы скончалась в Тотьме, простыла на весенней реке Сухани на пути в Холмогоры. И как увидел князь воевода Анну Паншину, так и вошла она ему прямо в душу. На целые сутки задержались всем же воеводские лодьи, ожидая князя. Сутки не работала семья, сутки шла гульба в доме Паншиных, и Чернобородый грозный воевода все требовал, чтоб служила ему за столом одна Аньша. Приплыв в Архангельск на свой воеводский двор, всю ночь не уснул боярин и воевода. Томны были ему пуховики и персидские ковры, да чернобурое лисье одеяло. Все мерещились ему Аньшины, глаза теплые, словно солнце за весенним дождиком, да тяжелые, темные, с золотом ее косы. И потом все лето, живучи в Архангельске, не знал воевода Василий Степанович, что с ним делалось. Мучился, изводился, индоликом стал темен, пить стал, а вино только страсть разжигала, мучила, злила воеводу. Старые книги старицы Ульяны знали, какова была та болезнь. Хорошо, видно, познал болезнь ту сердцевед-отшельник, что писал эту книгу тысячу лет тому назад, сидя ночью один-одинешенек в тростниковой келье среди песков Синайской пустыни, под скудным своим светцом, слыша вдали хохот и вой шакалов. Сам монах, видно, пережил ту болезнь, убежал от нее, от людей, от женщин в пустыню. То была блудная страсть. В белые ночи Архангельска, когда на башне гостиного двора блестел серебряный орел, воеводы, впрямь оставшись один, вел про себя нежные беседы с Анной. Нелегки были они его устам, опаленным водкой, властью, блудом, бранью. Подчас его густые брови перекашивались от мысли, уж не околдовала ли его лесная девка. Покоренный он сдался страсти. Он все пил, но вино не гасило чувства. Все его мысли устремились к одному канне, и напрасно убеждал сам себя самовластный воевода. Ну, как он, прирожденный князь, приведет лешую девку в Москву? Она ни ступить, ни молвить не умеет, засмеют. А какая родня? Мужики лесные. Да у него самого сын. Как вводить в дом молодую мачеху? И все доводы, как воск, таяли бессильно в огне его страсти. «Отворяй!» — загремели лихие голоса под окнами паншиных, затрещали от ударов в ворота. Ночь была лунная. Яков Сафроныч, оттолкнув тетку Аксинью, отодвинул окно, увидал, перед избой метались тенями люди, на одной шапке блеснул должно камень. И как опять воевода ахнул старик, крестясь. Наказал бог народ, послал воевод, бабы, подметая избу, и крикнул в дверь во двор, — Гришка, открывай ворота. Бабы мили усердно, хоть пол был чист и выскоблен, лестница уже скрипела под тяжелыми шагами. Яков Сафроныч кланялся в пояс у дверей. «Милости просим, милости просим, боярин!» Воевода шагнул через высокий порог, снял шапку, перекрестился на богов, поклонился, и, подняв буйное пьяное лицо в черной бороде, оглядев всю семью, уставился дышать жило на Анну. Воевода не Тихон. Он не лесной простой породы. Он князь Василий Степанов, княжой сын Ряполовский. Роженный князь, роженный урожденный, боярин и воевода, он посажен здесь в лесу от ручки самого царя. Кто выше царя? Один бог. Кто против бога и царя? Никто. Царь всем отец, гроза, надежда, оборона. И от такого-то царя в избу паньшиных вступил, стал, смотрит на Анну с порога, боярин в шитой мурмолке, на поредевших серебрящихся кудрях, в черной шубе, на голубой белке, сверх кафта на синей парчи. Самоцветы горят на рукояти сабли. Вваливаются в избу княжьи-слуги с воротниками-козырями, с саблями, с пистолетами в расшитых ольстрах, снимают шапки, молятся на иконы, сверкают озорно глазами, белыми зубами, становятся плотной стеной за своим князем. Ольстер, польская кобура. А князь, сдвинув мурмолку к затылку, дышит тяжко. Видать, хмелен он и от вина, и от страсти ровно ошалелый лось-бык, что ломит с гулом и треском молодые заросли, учуя вблизи корову-лосиху. Постояв, воевода качнулся, двинулся вперед. Перед ним вся лесная семья упала на колени. Воевода пьяно улыбнулся, дошел до печки, взялся рукой за голбец. Бабы ахнули, закрыли лица руками. Так делают только женихи. А воевода шел к Анне. — Поздорову ли, красавица? — хрипло спросил он, хватая ее за руку и подымая с колен. — Помнишь ты меня? Анна отвернулась, белым рукавом закрывая лицо. Степенно поднялся с колен ее отец. Стал с нею рядом. — Боярин, — говорил он, — не обессудь, присядь к столу, пожалуй, нас. Отведай нашего крестьянского пива. — Анна, что ж стоишь? Нацеди пиво боярину. Поднеси. Воевода отпустил ее руку. Та выметнулась в дверь. Сел к столу, распахнул шубу, достал из шапки платок, вытер лицо. — Слышь, отец, — остановил он суетившегося Якова Сафроныча. Погоди, я к тебе с ватом. У тебя товар, у меня купец, по рукам, что ли? Неладно, боярин, товар-то запродан. Кто покупает? Босой, Тихон. Из Устюга? Он. Воевода захохотал натужно. В черном мехе бороды показались желтые зубы. — Моей цены вам тишка не даст, — сказал воевода. — Я сам купец. Я твою дочь беру в жены. Будет бояриней, княгиней. Полотном побелела Аньша, подходившая к столу, сомлела, села на пол с липовым жбаном в руках, залилась слезами. Завопили бы и другие, да не смели. Воевода вскочил, держа левую руку на рукояти сабли, топнул ногой, Стоял большой, наклонив голову, ощерясь, один среди смирного стада, оробевшего так, что имитаться не смело. Кто против него, царского слуги, за спиной которого семь молодцов в цветных кафтанах? Кто против него, ежели он от царя? — Анна, — заговорил воевода, наклонившись над плачущей девушкой, — не досуг мне. Пойдешь за меня волей. Будешь жить в палатах, спать на пуху, есть пить на золоте и серебре. Стенные девки будут служить тебе. Я богат, у тебя все будет богато по-княжески. Только ты полюби меня душой старого вдовца. Все молчали. Анна тихо рыдала. — Дашь любовь, я дам тебе все, чего захочешь, — говорил князь. — Говори, идешь, либо нет. — Обещалась я, — заливаясь слезами, вымолвила наконец Анна. — Он обещал увезти меня отсюда, а по крове. — Покров прошел, нет твоего молодца. Ин, не хочешь добром? Будем по-моему, томила, не чай. Ковер сюда, берите, княгиню. Заверните и несите бережно в лодью. Цветные кафтаны метнулись к Анне. На грех лучина, догорев, погасла. Жалобные крики, плачь, неслись в темноте. — Эй, огня, — гремел воевода, — люди, измена! Вся дрожа, тетка Аксинья, вздувала огонь в загнетке печи. Лучина вновь запылала. Анну в персидском ковре княжьи люди, толкаясь меж собой, выносили в сени. Воевода обеими руками насаживал на голову шапку с каменьем. — Жить будет она у меня в холмогорах, — объявил он и хлопнул ладонью по сабле. — А вы, цыц! — прикрикнул он на повалившуюся на колени жалобно воющую семью. — Не хороните чай, я вам теперь и зять, опора оборона. Будете вопить дуром батаги, а то и похуже. Круглый месяц плыл высоко в темном небе. Золотая дорога от него дрожала поперек черной двины, когда носа твоеводы, отвалив от берега, быстро пошел против течения. Молодцы гребли крепко, ладно. Воевода сидел на корме, обняв завернутую в ковер Анну, ухмыляясь белой от месяца ухмылкой. А на берегу стояла вся Семжа, вопила, плакала. Тихон побывал в Семже на пути в Великий Устюг двумя днями позже после похищения Анны. Все изведал от потрясенной семьи. И, рассказав о своей обиде старице Ульяне, он сидел перед ней, как приговоренный. Старица выпрямилась, блеснула глазами. «Московские воеводы нашу старую вольность в конец извели верно», — медленно выговорила она. «Воеводы, царские слуги, лезут в царевы товарищи». «А что народ говорит?» «У царя да у нищего товарищев нету». «Своевольничают воеводы царевым именем, как волки грызут народ, грабят, обижают. Совести нету людей, бога забыли, тешат только себя». «Бабенька, что ж делать буду?» — шептал Тихон, хватая своей восковую руку старухи. «Дела батюшкины я справил. Много товару привез и рыбу, и меха, и рыбий зуб, и ворвань. Думал, оженюсь, буду работать больше, мирно да ладно. Обида жжет мне душу. Заснуть не могу, есть не могу. Анна так и стоит передо мною. Руки ко мне тянет. Спаси, спаси! А что я могу?» Утащил черный ворон белую голубку. Старуха в ответ молчала, перебирала четким. «Вот тебе и небесная тишина в монастыре». Звала, искала она, улита босая, вековичную правду. Ан вот перед нею ее любимый, мизинный внук в таком горе. Большой домогутный, плачет, как малое дитя. Почему Тихону нет удачи? Что делать в такую минуту? У него гневом закипает сердце, а гнев — грех. Старица хорошо знает, какие помыслы губят человека. Ну, обольщение, похоть, жадность, гнев, тщеславие, гордость, печаль, уныние. А что сказать внуку? «Тиша!» — говорит она со слезами на глазах. «Внучек, что скажу?» «Одно верю, рано ли, поздно ли, а получат грешники достойно по делам их. Но ты-то сам не греши. Тиша! Не гневайся, не печалься. Тиша, ищи правду, терпи. Слушай, терпи!» Тихон слушал, свесив голову, опустив руки. На дворе хлопнуло калитком, послышались голоса, залаяли собаки. Тихон приник к окну. «Не как батюшка!» — воскликнул он. «Батюшка и есть!» «С кем это он?» «Или дядя Кирилла?» «Я уж пойду, бабенька!» Бросился в сене, загремел на лестнице. В сумерках к крыльцу быстро шла кучка людей. Впереди двое в меховых шапках, в синих однорядках, подхваченных красными кушаками. Первый сутуловат, широкоплечь, шагал стремительно, подавшись вперед, выдвинув вперед крутой подбородок в редкой сидеющей бороде. Даже в сумерках было заметно, что смотрит он остро, что глаза глубоко запали, что борода клином вперед. А Кирилла Васильевич был повыше, поуже в плечах, черноуз, черноборот, медлительнее в повадке. «Батюшка! Дядя Кирилла!» Тихон встретил отца и дядю перед лестницей и отдал поясной поклон родичам. «Тихон! Поздоровуль!» Бросил ему отец, обнимая его. «Ну, пришел, слава богу! А то приехал да с берегу, глаз не кажет». «Еще бы!» — заговорил задорный голос брата Кузьмы. «Еще бы!» — с горь-то и медведь в лес уходит. «Вон и брат тоже говорит!» Тихон оглянул кучку, что стояло вокруг босых. Братья Кузьма, Павел, стояли тут же, среди приказчиков. Улыбались ему добро. «Не кручинься, Тишка, выручим!» — говорил Кузьма. «Ей, Бо!» Дядя Кирилла обнял Тихона. «Думать надо, что делать!» — сказал он. «Не горячись! Смаху ничего делать нельзя!» «Ладно, сынок, что дядя подъехал», — сказал Василий Васильевич. «Все знаем. Будем совет держать. Да идем в избу. Мовня-то должно готово». Мовня-баня «Батюшка!» — вопила подбежавшая Марьянка. «Дядечка!» — металась от одного к другому. «Ладно, ладно, мизинная!» — говорил отец, похлопывая ее по спине. «В одном сарафанишке идем в избу, простынешь». «Иш!» — коста снегом завалила. Почитай всю свою жизнь, как костер горел своим делом Василий Босой. Дело осаждало его со всех сторон. Сейчас, идучи домой по улице, он думал о приказчике своем Федоре Подшивалове. Как-то он там, на осенней лени реке. Далеко до Лены оказался Федор Василию Васильевичу вот тут рядом. Ну, идет с ним. В лобастой голове своей он все время держал десятки, сотни людей, всех помнил. Его живая, стремительная душа не сидела в устьюге. Она далеко шагала туда, за каменный пояс, за Урал, в Сибирь. Чищебные там незнаемые лесные реки, неведомые племена — это ни дома, ни на палатях. Люди везде люди, с которыми можно работать. А как трудно бывало с первоначалу! Сколько нужно было ловкости, терпения, ума! Василию Васильевичу, в молодости, забиравшемуся со своим товаром на лодках в суровые дебри, не раз приходилось оставлять привезенное добро безвестно на видном месте на берегу, а самому уезжать, чтобы, вернувшись через три дня, видеть, что вместо исчезнувшего лежит добрая грудка пушнины. Так недоверчивы бывали к пришельцам сибирские народы. Трудно было завязывать с ними связи, приучать к торговле, к обмену. Как-то пробирался он, Василий Басой, по северной реке. Подплыл к укрытому вековой сосновой рощей мольбищу, где тысяча одетых в звериные шкуры людей бешено плясала, кружилась между скалами перед двумя каменными идолами, мужским и женским, каждой семью одно над другим с куластыми лицами. Среди сотен навороченных черных острых камней, среди куч белых медвежьих оленьих черепов. Медленно подплывал под огромным парусом дощанник, и вдруг люди остервенело бросились к берегу, размахивая дубинами меча каменья, а Василий Васильевич, встав на борту, сняв шапку и низко кланяясь, стал издали показывать темным этим людям привезенные такие удобные, такие дорогие вещи, блестящие ножи, топоры, медные котелки, халаты, яркую крошенину, синие и красные бусы, бисер — все, что могло сделать их жизнь красивее и легче. И дня не прошло, как Василий Васильевич на берегу среди добродушно улыбающихся добрых людей в звериных шкурах вел широкий и честный торг. Босой, его приказчики, его сыновья, а с ними тысячи и тысячи таких же энергичных людей, видели Сибирь. Их родич, их великоустюжский человек Ерофей Хабаров, еще сидя на Мангазее, уже думал об Амуре. Дела расширяли заботами души таких людей, а вместе с делами их расширялась сама их земля. Тысячи этих людей сплетались в сплошную прочную сеть, вязались между собой непрерывно, устанавливались бесконечные связи, создавали одну огромную артель из тысяч предприимчивых людей. Десятина из доходов, получаемых артелями от этой работы, то есть десятая часть, шла на государя, в казну Москвы. Остальные делились на три части. Две трети хозяину, владельцу истины, как тогда назывался капитал, треть участникам артели, причем участники могли прирабатывать и сами, потом вырастать в хозяев, сами крутить себе покрученников. Мужик год проживет, рог наживет, два проживет, два рога наживет, три проживет, и хозяина сбадет, говорит пословица. Великий Устюг вместе с Басыми веками слал туда и других, Ревякиных, Игнатьевых, Молодцовых и многих еще. Истари работали за Уралом именитые Строгановы. А за торговыми людьми тянулось, уходило в Сибирь искать счастье бесконечное число, прознавших про открытые возможности всякого звания людей вольных или из бывших от тягла, гулящих, по тогдашнему выражению. И все эти и другие вольные, большие и малые предприниматели, и артели, складники, своеужинники, бродящие на свой страх по пустынным рекам и нехожным лесным тропам, делали одно общее дело. Вместе шли и работали вольные казачьи отряды Сдону, искавшие больше пушнины и игравшие на случай роль охранных отрядов этой вольной буслаевщины, плававшие вдоль морских берегов Сибири, как плавали они у берегов Норвегии, Груманта, Шпицбергена и Мурмана, ставившие здесь по рекам свои заимки, селища, деревни, села и располагавшиеся здесь подальше, посвободнее, поизобильнее от Москвы. Буслаевщина, вольница от слова «буслай», гуляка, разбойный малый. Слово, видимо, происходит от былинного Василия Буслаева, предводителя новгородской вольницы. Вот почему так уверены были в себе и в своем деле эти великоустюжские люди в ноябрьский вечер весело беседуя в жаркой бане. Мовня у босых была срублена на славу, с предбанником, с белыми лавками по стенам, с полком топилась по белому. Еще с утра топила ее Настасья, дворница, натаскала воды в липовые катки, накалила каменку, заготовила березовых и дубовых веников, усыпала пол душистыми сухими травами. «Без бани Бурлак пропал», — сказал дядя Кирилла, вступая деликатно, прикрывшись веником, в мовню, где уже сидели на лавках с шайками в руках «Василий Васильевич, Тихон и Кузьма». «Баня все грехи смоет», — приговаривал он, плеща в шайку деревянным ковшом и скатки, нагретую на камнях воду. Пара сальных свечек тускло горела на окне, освещая розовые сильные тела. Василий Васильевич хоть и не мог уже за возрастом, выскочив из бани, кататься по снегу, но париться еще любил. И Кузьма да Тихон, как повелось, парили отца. Однако сегодня он не спешил лезть на полог, над которым ходили седые облака мягкого пара. «Расскажи-ка ты нам, брат Кирилла Васильевич, что за человек наш обидчик, ваш холмогорский воевода», — сказал Василий Васильевич. «Воевода — известный воевода», — говорил дядя Кирилла, натирая себя докрасно виходкой. «Все они на один лад. Едут на три года, а хотят жиру себе запасти на всю жизнь. Кто против него на месте, он тут вам и царь и бог». «Что Кузьма-то наш сказывает?» — засмеялся Василий Васильевич, отфыркивая костромское мыло, сплошь облепившее пеной все его лицо. «Он из Мангазея приплыл. Чего там творят? Эй, Кузьма, ну-ка расскажи». Кузьма, склонившийся над шайкой, повернул к ним лицо, закрытое налипшими волосами, блеснули ослепительно белые зубы. «А что, известно, что чудит воевода. Нашего брата торговых людей туда съехалось целу тысячу. Воеводой там Кокарев, Григорий Иванович. Сори, больше ничего. Воеводскую свою избу дворцом именует. Всех холопьев распределил. Одни у него дворецкие, другие — стольники, третьи — спальники. Как кушать почнет за столом, его холопы друг друга кличут, стольники, всходите с кушаньем. А в мовню-то идет тоже, как государь, мовники кричит, «Ведите меня в баню». А в мовне моется, к нему разного чина люди идут, кто с чем, кому до воеводы нужда и бывает. А он, как есть, в чем мать родила, сидит на полке, одежа и один веник. В церковь идет, впереди меч несут, за мечом идут стрельцы с пищалями, бердышами, бьют в тулумбасы, воевода к богу идет. А на нем самом большой наряд, охобень объяренный, сахарного цвету, петли низаны жемчугом, да воротник большой, тоже низаный, да шапка высокая, горлатная. Величается, раздалось из пара. Еще как, пьяный он торговым людям, что хлеба у него на перу ели. Чего, сказывал, жалую девас собак, я царь Мангазейский, Григорий Иванович. А те что? Известно что. Испугались, поразбежались, как зайцы, инсами в ответ попадут. А еще что было? Смех. Летом в жару захотел воевод в речке искупаться, жарко ему стало. Выехали с войском, со знаменем, ну, как всегда порядок, трубы трубят, тулумбасы бьют, воевода в речку лезет. Ха-ха-ха! Хохотали голые бородатые люди, от их хохота металась, прыгало пламя свечек, по стенам, по углам ходили тени. Ха-ха-ха-ха! Вот уж правда, от черта крестом, от медведя пестом, а от дурака ничем не отобьешься. Беда! И баба-то его, Марья Семеновна, не лучше, ейбо! В баню тоже любят ходить, а с ней посадские женки должны идти. Кто около бани сидит, кто ее моет, а все после бани ей здоровье сказывают, песнями величают. Кто у воеводы в опале, иди к воеводице, неси посулы до поминки де пожарней, смеялся Кузьма. Бывает, перед ее на избой в снегу бабоньки лежат, часа по три, и русские, и самаять, плачут, воют, государыня, заступниц наши смилуйся, пожалуй, пощади нас, бедных. — А воевод-то берет хабар? — спросил Кирилл Васильевич, намыливая голову. — Воевода-то? — А руки-то у него так ведь привешены, смеясь, показал Кузьма, вытянув руки вперед и загребая ими к себе. Они эдак, не на выворот, все тащат, что можно. — Вот оно и выходит, вздохнул Василий Васильевич. Мы миром работаем, а воеводы на нас как на дрожжах всходят. Дух видно такой, по Москве равняются, там тоже подчас головы обносят. И гаркнул, а ну, париться! Пока мест мужики мылись в бане, басовские бабы суетились в стрепущей избе, готовя вечерний стол. Свекрови, Фелицати Макеевне, помогали молодые снохи, тут же суетились Марьяша до стряпки. После бани мужики благодушно сидели в верхней горнице, красные от бани, басы, в чистых цветных рубахах, с расчесанными волосами. На столе в шандалах горели сальные свечи. Среди мужиков во главе стола сидела старица Ульяна. На ней черный сарафан, белые рукава, черный платок в роспуск, востроглазая, что орлица, оглядывающая свое потомство. Обстоятельно и неторопливо обсказывал архангельское дело Кирилла Васильевич. Холмогорский воевода в Архангельске охулки на руку никак не клал, ни-ни. Ахулки на руку не кладет, то есть не промахнется, не потеряется. За лето взял себе корму знатно. Первое дело с иноземных гостей брал. Мы в таможне двадцатую деньгу, а он, может, и больше. Да, больше. Через Углева Федором, через таможенного дьяка. Мы, таможенные люди, цены большой за иноземные товары дать не хотим, а воевода жмет. Плати, плати, а то Москва гневается, коль товары упустим, назад увезут. А куда везти-то? Кому товары нужны, кроме нас? Всем брал, осведомился, снимая очки, вытирая глаза Василий Васильевич. А всем как есть, и соболями, и ефимками. А кроме сего, мирских одних денег сошло на его воеводский двор больше пятисот рублев. На воеводском дворе пристроил мир ему еще четыре избы, и сено ему возили, и дрова. Все мир давал. Рыбы свежей сколько, пивоварню поставили ему в воеводе в Сабинку. Пьет, хлещет, ну... Мирт хоть ворчал, дяденька, спрашивает Тихон. А что с того ворчанье усмехнулся Кирилл Васильевич? Мир, что вода, пошумит, да разойдет. Мир и велик, а дурак. Водкой тоже сильно торговал наш воевода. Под храмом, под спас преображением, винокурню свою поставил, водку сидел. Старица Ульяна шатнулась, перекрестилась на иконы. А что, усмехнулся Кирилл Васильевич, воеводам деньги первый бог. Он своих ерыжек поставил для сторожи на винокурню, а мирских целовальников убрал. Василий Степанович гневался, ежели доходы убывали. Убытки де государевы орет. А какие государевы? Копейку государю, а себе три в карман. Хлеб стрелецкий, и тот на водку гнал. Да прежде того воевода больше всего солью наживался, продолжал Кирилл Васильевич. Соляные деньги чистый грабеж. Как теперь нам рыбой торговать? Дорого все одно выходит, а людям есть нечего. Дорого. Рыба за лето без соли провоняла, пьяный народ в кабаках что кричит? Измена! Что у трезвого на уме, у пьяного на языке? А воевода сперва то велел берючам по городу да по гостиному ряду ходить, кричать, платите люди соляную пошлину, зато других вам платить не надо, семь бед один ответ, соль все покроет. Они и тут такое же кричали, усмехнулся Василий Васильевич и развел руками. Чего сделаешь? Наши черные люди, продолжал он, которые за все ссохи по разрубу и размету платят, сильно серчают. Люди обыкли знать, на что их деньга идет. На ямскую гоньбу гоньбу, засечные деньги бери за засеку, запросные деньги за заратное дело. Любит народ знать, на что он платит. А с соляным налогом выходит по-иному. Ты давай деньги, не шкни, мы сами все справим. Мир обижается, что он в стороне. Неладное дело. Тут я и думаю, нужно нам, торговым людям, бить челом государю. Мы то дело лучше других понимаем. У боярта от старых почестей до новых денег не хуже, чем у воевод головы кружатся. Вот чего написал я. Как о челобитии против их воевод. Пошлем его в царевы уши, Тишка, подай очки, в однорядке в кармане. Тихон мигом слетал, подал очки. Отец вздел их на нос, поднял со стола лист бумаги, показал. Такие бы слова да в царевы уши, улыбнулся он. Можи услышит и читал. А в городах твоих, великий государь, мы, промысловые твои людишки, обнищали и оскудели от них, твоих государевых воевод. А людишки же твои, что ездят по городам для своего торгового промыслу, от их воеводского задержания и насильства от проезжих торгов, обились насовсем, и того не знаем, как государеву соболину казну собирать будем. «А чего ж вы хотите?» вдруг спросила старица Ульяна. «Царевых воевод избыть хотите?» «Неправо дело, что сказано? Царева царю божье богу!» «Порядок царев нерушим! Та земля, что порядок переставляет, недолго живет!» «Это так, мамонька!» «Да ты-то бога для...» «Не встревай в беседу, тут дело людское, в твоем-то монастыре все неизменно, навек, как от бога установлено», вскипел Василь Васильевич. «А у нас все по времени, а то бывает, что и монастыри метутся бесовским произволением». «Ну да, тоже бывает, бес под видом архиерея ходит, а воевода тоже не хуже беса, а и посильнее». «Бес молитвой побарается». «Это когда как», посмеивался Василь Васильевич, «и уж ежели бесы и в монастырях чернецов соблазняют, в миру-то они еще больше пакостят. Молитва молитвой, молитву мы почитаем, а все-таки приходится нам обиды словно пникорчевать. Ну, сперва челобитьем, бьем челом мы государю ради того, чтобы воевод, как при старых государях, не было бы. Ведали бы всеми земскими делами губные старосты по старине, и люди судились бы сами промеж себя миром по правде». Губные старосты, выборная по своему происхождению земская местная власть для суда по разбойным делам, существовала с 16 века по 1669 год и с 1684 по 1702 год. «А то выходит, что мужик на земле строит, пашет, кое-как кормится, а воевода за хребетником на его горбу жиреет. По кабакам да по церквам об этом народ говорит впрямую, не согласен народ допускать такой грабеж. Гизыкид не удержать. Вы вот наши отцы да матери, обратился он прямо к старице, для чего царя прирожденного себе промышляли, а чужому королевичу не присягали, чужого королевича в толчки из земли прочь гнали, себе царя миром выбирали, за правду насмерть бились, чтоб земле жить земским ладом. А посаженный царь Михайло помер, новый рожденный то молод, бояре им и вертят, мир серчает, а коли мир с ума сойдет, нацепь не посадишь, нет, как бы дурна ни была. Кирилл Васильевич огляделся, нагнулся, прижался к столу. И то, сказывали мне анадось, зашептал он, схватили ярышки в Архангельске одного людину, Савку. И той Савка на пытки довел. Государь молод и глуп, глядит все изо рта Морозовым. Морозов всем и владеет, гнет под себя, все свои мечтания тешит, воевать хочет, а государь хоть и видит, да молчит. черт у царя ум съел. Ладно, прервал его Василий Васильевич, пристукнув ладонью по столу, ладно, много болтают. Ну, молитва одна тоже не поможет, дело-то нужно обсудить и на месте разведать, в Москве, куда оно клонится. Что с соляными деньгами будет? Ты, брат, в Москву едешь, я с тобой пошлю, ну, хоть тихо на, пусть в Белокаменной свою обиду да тоску разгуляет, людей посмотрит. Как вы, сыны, думаете? Те поклонились чинам. Да еще думка у меня есть, не нужно ли нашему торговому промыслу на Волгу выходить, с кизилбашами торг заводить. Кизилбаши буквально красноголовые, так называли персов, красивших ной головы и бороды. У них товаров много, и товар краше, добротнее против немецкого и нам подходяще, да и то, что бояре за Волгой земли хватают туда, мужиков своих сажают, сами промыслы заводят. Туда нужно и нам идти с торговым делом. Не зря наш Василий то, Григорьич, уж на Волгу вышел, заметил Кирилл Васильевич. Кто таков? Да он, Шорин, кому другому. Государев Купчина, так его в Москве и зовут, в Нижнем то, Новгороде, кожаный промысел завел. Задорина там, сказывают, поставил, да по Волге тоже посуды свои пустил, аж до самой бухары торгом достигнул. Это есть. Ну, братья, сам видишь. Вижу-то я, братья, вижу, улыбнулся Кирилл Васильевич, да то нам, пожалуй, не с руки. По что? Или торговля не всем? Часть дело земское. Земское дело торговля, а Шорин торгует, да держит боярскую руку. А боярь гляди, и Волгу-то ратным обычаем почитай захватили. Всем владеют, струги шлют безбоязненно, все со стрельцами да с караулами. С ружьем-то немного наторгуешь, а с народом нужно торговать миром да ладом. Дверь распахнулась, в горницу вошла хозяйка, окруженная снохами, Фелицата Макеевна, широкая, словно печь, могутная женщина в синем сарафане, крыто кашемировым платком, над которым в черном повойнике выглядывала жемчужная ряска. «Просим милости батюшка Василий Васильевич и гости дорогие хлеба соли откушать, лебедь белую порушить», говорила она растяжно, словно пела. «Милости просим, милости просим», говорили и все бабы вместе и согласно кланились. Мужики поднялись из-за стола, перешагнули лавки, поклонились старице, которая благословила всех широким крестом. «Босые», сказала она, «Бога, помните, ужинать не буду, приду к повечернице». И отдала поклон. К столу для ради Филиппова поста подавали рыбные ествы, сельди, спинки, белужьи, уху, белорыбицу, свежую в рассоле, грибы, пироги кислые, кисели с маковым молоком, лапшу гороховую да оладьи. За столом долго сидели и долго еще горела свеча в окошке верхней горницы, где молилась мать Ульяна. А после ужина тут же в нижней избе встали на повечерницу и муж, и жена, и чадо, и домочадцы с четками в руках. Старица Ульяна спустилась из горницы, стала прямая, строгая, перед образами в серебре затеплила вечернюю свечу. «Господи, отпусти нам наше согрешение», читала мать Ульяна, «Уроди, Господи, хлеба и соли, создай, Господи, тихую да теплую росу, спаси, Господи, всех христолюбцев да батюшку царя православного». Широко спускаясь из темного неба, падал на великий устюг, на черную сухону крупный тяжелый снег. Глава шестая в дороге «Веденье ломает леденье», говорит старая примета. «Веденье» двадцать первого ноября. И верно, Кирилл Васильевич босой с тихоном да своими судовщиками, да с веселым подручным Ульяшем Охлупиным вышли из устюга вверх по сухони перед Веденьем, а тут сразу потеплело. Шли на двух лодках ходка, все больше на веслах, обгоняя другие суденышки, торопились. По извилинам реки бежали встречи рыжие, красные, зеленые леса, уже опаленные кузьмодемьянскими морозами. Первое ноября. По утрам хрустели ледяные забереги. Крик, брань, скрип уключен, окрики на коней все время слышались над рекой. Времени оставалось в обрез. Приказчики поили людей водкой для сугрева и подкрепления сил, и от этого становилось еще шумнее. Словно рыба рунным ходом шли осенние караваны к Москве. Рунный ход от слова руны народные песни карел и финнов. Здесь плавный ход, плавный эпический напев. Притомились и дяди, и племянник за неделю такого пути под холодным солнцем, под низкими тучами, под частыми дождями, за длинными ночевками в прибрежных деревнях, а то и просто у огня на берегу, а пуще всего от безделья. Тихон всю жизнь с измольства работал, а теперь начал думать. С приближением Москвы того вольного дыхания, к которому Тихон привык на севере и в Сибири, на море, в лесах, степях, на реках, оставалось все меньше. Народ сидел на местах все плотнее, теснее, увязаннее друг с другом. Народ становился молчаливее, смиреннее и уклончивее перед властями, зато ссоры здесь вспыхивали быстро, как береза на огне. И бабы были другие. Эти перед мужчиной не опускали глаз к земле, а напротив встречали взгляд взглядом в упор, весело, подчас дерзко подталкивали друг друга локтями из-под накинутых на плечи шубеек, когда проходил Тихон большой, ладный, бородатый, застенчивый. Тихон спросил дядю Кириллу Васильевича, они на берегу ели похлебку из соленой рыбы, почему здесь народ другой? Дядя огляделся, горели костры в осеннем тумане, кругом сидели, шумели такие же проезжие люди, смеялись, спорили, пили из стеклянных сулеек тотемское вино. Сулея, бутылка. Вместо ответа тот только подмигнул, то ли в Москве будет, сказал он, что двор, то и говор, что город, то и норов. В Москве народ двор продаст, а балалайку купит. И ты, тише, не очень-то спрашивай здесь, больше смотри. Доброе молчание ни в чем ответ. У вас-то там у моря воеводы, ну а на Москве везде государевы истцы не хуже, чем мялко лен народ уминают. Ночевали раз в селе Шуйском в глухом лесу на правом обрывном берегу. До Вологды оставалось два дня на ходу. К вечеру задул холодный встречный ветер со снегом, по реке шло сало, грибцы измучились, пристали. Все крепко спали в тесной избе, а Тихон лежал на лавке с ладонью под щекой, думал. У вороты под окнами вдруг зашумели, застучали, кто-то кричал «отворяй», бронился, опять стучали. Ульяш охлупен, поднял голову с руки, прислушался, вскочил с шубы, вышел в сени. «Хозяин, наряжай грибцов двоих мужиков!» бурно кричали пьяные голоса. «Воевода наш в Москву поспешает!» К воротам побежал заспанный хозяин. «Какие вам тут грибцы!» встречно кричал он. «Тут с Архангельска таможенной голова почивает со своими грибцами!» «К старости идите, будите речных ямщиков!» «В болото вас всех!» проговорил тихо Ульяш, входя в избу, и засмеялся. «Ты про что, Ульяш?» спросил Тихон. «Воевода что ли плывет? Грибцов ему мир давай свежих своих замучил! Ах, и грозен! А деревня супло шревет! Замучили гриб проклятые на реке!» «Воевода?» сел Тихон на лавке. «Какой воевода?» «Да наш архангельский! Князь Василий Степанович Аряполовский! В Москву что ли плывет?» Тихон вскочил, схватил с лавки полушубок, накинул на себя, выбежал на улицу. В мутном свете ущербного месяца река была черна, иней сахаром лег на земле, на травах, пел звонко петух. У большого струга с чуланом на палубе на берегу темнела кучка людей. У одних поблескивало оружие, другие, видно было, кланялись то и дело в пояс. В окошке чулана был свет, похоже, горела свечка. «Она там!» Аньша, там, метелью неслись мысли в Тихоне. «Боярыня, княгиня, а я что могу?» Зарычал даже он про себя, сжал железно кулаки. Недолго в оцепенении простоял на берегу Тихон. Часть людей, размахивая руками, крестясь, полезла на лодью, загремели весла, лодья уходила против течения, оставляя под веслами сверкающие кружки, лунный след за кормой. Оставшиеся бронясь побрели по избам. Эту ночь Тихон проворочился на своей лавке, утром не ел, не пил, в дощанике молча сам сел на весла и греб без передыху почитай два дня и все-таки не мог избыть своей чугунной давящей сердце ярости, не мог затушить, затоптать ее, как затаптывают костер в тайге, чтобы не дать заполыхать лесному пожару. Перед самым пророком Наумом первого декабря дощанники Кирилла Васильевича подошли к Вологде. Была вьюга, снежные завесы плясали от земли до самых туч, волны мокро били по бортам, захлестывали посудины, однорядки грибцов овчинные тулупы седоков обледенели. Грибцы, в том числе и Тихон, с наслаждением вырвали из уключен весла, и с грохотом бросили их на дно лодки. «Молись Богу!» крикнул Тихон. «Шабаш!» С трудом добились спутники у речных ерыжек место на берегу для каравана под самым детинцем, среди натолканных других суденышек с хмурым, зяблым, выпившим народом. Наконец вышли на берег, придерживая бьющиеся полы кафтанов, сермяк, клоняясь на сторону от ветра, пряча лицо от колючего снега. Не любил Кирилл Васильевич уходить от своей ватаги, а что будешь делать? Дороги-то их расходились. В Вологде нужно и лошадей нанять до Москвы, и в таможенной избе побывать, и товар привезенный в обоз сдать, и грибцов в обратно устюг отправить, не зимовать жим здесь. И Кирилл Васильевич затрудненно чесал затылок. — Так чего будем делать? — обратился он к ватаге. — Куда пойдешь в такую непогодь? Оставайтесь в лодьях, а мы будем добираться до заезжего двора. — Ты, Ульяш, пойдешь с нами? Вы шубы наши берите, парусом укройте, что ли? Переночуете? С утром виднее будет. Ударили в соборе в колокола, все сняли шапки, перекрестились. — Суббота, однако, сегодня, сказал Кирилл Васильевич, все ночна. — И напереночуем, Кирилл Васильевич, прогудел простужно кормщик Епифан Крючкин. Лицо и борода его в метели слились в мутное пятно. — Не впервой, а ты ступай с Богом, налаживай дело. Кирилл Васильевич, Тихон и Ульяш потонули в метели, подымаясь по въезду к детинцу. Окна собора светились, сквозь вой метели ветер рвал колокольный звон в клочки, то уносил во тьму, то бросал в самые уши. По передутым снегом узким улицам добрались до Пречистинской площадки, загремели в высокие ворота. На стук, на лай собак вышел сам дворник, сутулый, высокий, с узенькой бороденкой старик в полушубке. Признав Басова, враз сорвал шапку. — Милости вцы, как вас Господь донес векую непогать, зачистил он по-вологодски. — Пожалуйте, родные, на огонек, у нас сбитень, сбитенек горячий, любят подьячи. Хо-хо-хо! Чернела во дворе высокая сдвоенная изба в шесть освещенных окошек. Двор был загроможден санями с задранными вверхоглоблями, в темноте сновали люди. С крыльца шагнули через высокий порог в сене, потом в низкую дверь. У большого стола под образами горела лучина, слева топилась русская печка, увешанная вся мокрой одеждой, красный отцвет заливал полызбы. В тепле, в духоте люди закусывали у стола, сидели, лежали, спали на лавках, на палатях. Проезжие сняли шапки, помолились, поклонились миру. Кирилл Васильевич подошел к столу, осмотрелся, есть ли место, сказал, «Ульяш, а где киса? А не закусить ли?» Киса здесь кошелек. Дворник бежал к нему как кот в мягких своих бахилах, милостивец, неугодно, лисчец, нищий огонь. Старик в коричневой однорядке, что сидел под образами, тихо засмеялся. «За вкус не берусь, а горячи!» строгое лицо его при этом помолодело. «И на тебя печка за все отвечает, а не хозяйка?» «Да ты, может, убойной накормишь?» говорил Кирилл Васильевич, укладывая кису на стол. «В святцы заглядываешь ли?» «Что ты, что ты, родимый?» махал дворник руками. «Иль не знаем, что Филипповки?» Имеется в виду пост с 14 ноября по 25 декабря. «Да и рыба-то, милостивец, давно не едим ни то, что мясца нетути его, нетути!» «Кто забудет, что нынче Филипповки?» «Чать царский указ берючи по всем торгам читали», ухмылялся славки ражей парень, весь изъеденной оспой. «Чего царь-то указал?» «Знаю чего!» сыпал словно горохом дворник. «Постишь, парень, и без указу благо есть нечего». «Сильна Москва насчет поста!» крикнул голос славки у самой двери. «Да только для кого! Черный народ и так под тени животы! У бояр до дворян всегда сплошная!» сплошная значит время сплошь без поста, когда можно есть мясо. Всю соль бояре сожрали, но пузо и чешут. Дворник вскинулся на голос, «Ари потише!» «Всъезжую захотел!» «И что за народ, прости господи!» Крикнувший спустил с лавки босые ноги сел. В свете печи стало видно, что это был человек лет сорока степенный в смуром кафтане. Ясные глаза смотрели твердо. «Чего, господи!» говорил он, «народ знает все!» «Да как же! Я вот рыбой торгую, а народ рыбы не берет, не ест, дорого! Где ж это видано?» «Ноль дорога!» «Да хлеба, сказывают, скоро совсем не будет. В свейскую землю, что ли, осылаем?» «Чего?» «Указов не писать, ежели за каждым указом стрельцы стоят», сказал севший, поправляя мешок, рябой молодец. Поправил и снова лег. «Не дело, баишь!» раскатился бас с голбеца. «Что тебе, стрельцы, не народ? Или стрельцы царским жалованием живут? Я стрелец, и землю пашу, и торг веду, на мою спину одна с тобой дубина». «Ну, теперь рейтеры есть, и солдаты есть, кроме вас. Из немцев набрали, бояре хитры, как вы, стрельцы, шатнетесь, найдется, кем подпереть». «Молиться надо, душу чисто иметь», вскочил опять славкий человек в смуром кафтане. «Беда горше, воры со всех сторон лезут на нашу землю, грабить нас хотят. Что слышим, православные? В Польше казак Луба, Маринкин сын встает, паны ему помогают. В Крыму Пашка, Вергуненок, сын будто Дмитриев, хан ему помогает, пасут псов, чтобы на Русь выпустить, а в Царьграде сидит вор Тимошка, будто сын боярского царя Шуйского Василья Ивановича. Все царенки прирожденные, все хотят над нами сиротами пановать, нас, тружеников, грабить, от язва египетская, вот гибель. — Господи, спаси и помилуй, — зазвенел отчаянный женский голос. Перепуганная хозяйка выскочила из-за печи, закрестилась, за ней стала креститься вся изба. С палатей, как привидение, свисла, седая голова древнего старика. Бель моего глаз светились красным в отцвете печи. — Православные! — шелестел слабый иступленный голос. — Воры вьют нашу землю, как хотят, правят неправо, неправо, волки хитят овчье стадо, слепой. А я вижу, вижу, знаю, мне виденье было. Еще молодым стрельцом стоял я встороже у царского верха на самый светлый великий праздник. Заутренью в Успенском поют, колокола благо вестят, и слышу я крик ужасный с неба, и по облакам вскачет колесница огненная, прямо на крем ляг коней гонит, кричит дурным голосом. Вот так оно потом и вышло в лихолетье то. Ага. — Тихон, ульяш, — негромко сказал Кирилл Васильевич, — собирайте кису, пойдем ляжем на лавку уснем, и до утра не переслушаешь, робок народ боятся. Забыли должно, как мы эту нечисть после лихолетия выкинули. Ай, в вере они не тверды, потому что бродят Семо и Авамо. Семо и Авамо и туда и сюда. Дело, дело, присоединился к ним и патриарший человек, спать надо. Вы на какой лавке-то? Ну, и я редком лотком. Всех на лавку он стащил с себя сапоги, аккуратно свернул подвертки. Ноги-то хе-хе, стонут, ну, а разуешься отойдут, а на завтра опять тоже. Устанем, да отдохнем, тем и живем. Давайте ночь-то делить, кому больше достанется. Хе-хе-хе. Он говорил, посмеивался, а сам присматривался к старшему басому. Видно, нравился он ему, сдержанный, твердый. Все четверо легли вместе, укрылись с головой, а с печи еще продолжался истошный шепот слепца. «Почему на нас казни египетские идут? Да потому царь у нас не тот, не тот. Видение и об этом было, было. В Новгороде Низовском. А какого надобно? Кто его знает?» Сказал он вдруг самым обыкновенным голосом. Зевнул, должно не того. Вот и волков в поле теперь потому, видимо-невидимо, как в избе тараканов. Проезду по дорогам нету, ребят режут, ну и овец. Прогневли мы, господа, что делать, кто его знат. Заезжая изба затихла, вьюга ровно свистела, потом захохотала, зарыдала, швырнула снегом в окошки, ухнула в трубе и спички выхлестнула искрами и дымом. Свят, 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 запречитала дремная хозяйка. А примолкла вьюга, донеслась перекличка стрельцов на башнях детинца. «Славен город Вологда!» завел одинокий голос. «Славен город Ярославль!» «Славен город Кострома!» «Славен город Москва!» В затихшей избе подымался роз могучий храп вперемешку со стонами, вскриками, бормотаньем с ясной подчас речью. Просыпается Тихон, и снова кругом сон, храп, ночное бормотанье. «Декабрь студенец зиму зачинает», говорит народ. «Варвара реки мастит» четвертое декабря. «Савва снегом стелет» пятое декабря. «Николай гвоздем приколачивает» шестое декабря. «Первые морозы никольские, зачинается тут зимняя дорога, никольский обоз дороже золота, как говорится. Вот так до Николина дня девятое декабря и задержался Кирилл Васильевич в Вологде. До прочного первопутка, да и дел было много, пока выгрузили товары с реки, наняли извозчиков, погрузили на сани, пока с грибцами устюжскими разочлись, пока проезжую грамоту у воеводы выходили, пока с вологодскими торговыми людьми договаривались, пока никольского пива вдостально пились, недели как и не бывало. После Николы на второй день на свету выехали на тройке из Вологды в Воске на Москву вчетвером Кирилла Васильевич, Тихон да Ульяш, да с ними еще теперь ехал патриарший человек Семен Исаак Чпахомов. Глотка зимняя дорога, гремит колоколец под дугой, рысью идет коренник, вьются пристяжки, уходят назад снегом прикрытые поля, пылят белой пылью, поднятые слежек зайцы, проскачут вдали волки, они выходят в гон стаями, мелькают черные деревни, с тихими по морозу дымами, коромыслом над крышами, встретятся обозы, тройки, верховые, смеркнется, по алой заре встанет ранний месяц с рогами, лошади прибавят рыси, впереди отдых, овес, ям. Татары завели и оставили на Руси ямские порядки от тех еще времен, когда владения рода Чингисхана тянулись от берегов Южно-Китайского моря и до Адриатического. Никогда не бывало в мире державы огромнее Чингисовой, и в этой державе все покоренные народы держали у себя ямы, станции через сорок примерно верст, при них всегда готовых лошадей на подправу, чтобы каждый гонец, предъявивший золотую, серебряную либо деревянную паизу, табличку с именем великого хана, мог сразу получить коней и стремгла вскакать дальше. Москва сохранила ямы, ямщину, ямскую гоньбу ямщиков, на ней держала связь своей земли как на сухопутье, так и на реках. Четырнадцать ямов стоит между Вологдой и Москвой, четырнадцать ямских дворов, при них ямские старшины, да сотни лошадей стояло на готове, и к ямским дворам, то и дело, как пчелы кулью, подлетают на дымящихся лошадях и отлетают воски. Все теснее становилось на широкой дороге, все больше обгоняли наши путники бесконечных обозов по пятьдесят, по шестьдесят подвод, тянувшихся в Москву отовсюду, все больше трусили вершные, не раз встрелись на многих дровнях отряды стрельцов в овчинных тулупах, в собачьих дохах, сверхцветных кафтанов с торчащими бердышами допищалями, гнали их на Мангазею, в Енисейск, на Байкал. Вершные всадники встрелись, встречались. Проскакала борзая тройка с царским указом в Сибирь, туда же в розвольнях рысцой везли скованных поселенцев под охраной стрельцов с десятниками. Не раз встречались боярские поезда, то царь отпустил бояр с Москвы в отпуск, в свои водчины, то ехали они в Сибирь на воеводство. Неслась, колыхалась сбоку-набок шестериком запряженная каптана, возниться верхами на лохматых лошаденках, кругом скакали вершные с саблями, а из слюдяного окошка смотрели бородатые лица, и молодые, и старые, всякие. Каптана, карета, крытый вазок. Все чаще проезжали мимо городов, все они стояли на острогах, на мысах при слиянии двух рек. Их берегли стены высокие, башни с окованными воротами, на башнях у ворот, на стенах маячили стрельцы. Нелегко видно жилось здесь люду. Да что города? И монастыри, куда уходили люди ради спасения души, и те были строены как крепости. Извычны были и монахи на каменных стенах, на башнях, к саблям, бердышам и пищалям, не меньше, чем к кресту и к адилу, тоже умели драться за свое право молитв и труда, умели своей доблестью помогать народу. В Ярославле переехали Волгу уже по льду, кормили лошадей, отдыхали в заезжей избе, где снова толокся народ, ехал туда и сюда. И здесь, за столом, они развязали кисы с припасом, нарезали хлеба, накрошили соленой рыбы с луком, облупили несколько головок чесноку, румяная хозяйка в ушастом повойнике поставила перед ними жбан-квас у деревянной чашки в солонку с серой солью, и, перекрестив лбы, они принялись за еду. Дверь в избу распахнулась, и в ней появился поп, весь в снегу, в овчинной шубе поверх однорядки, в рыжей лисей шапке, белой, редкозубой, придерживаясь за притулку двери, он с трудом перетащил одну ногу через порог, зацепился другой и растянулся во весь рост поперек избы. Крестик на его шее жалобно зазвенел. Дворник, подымай, ревел он с полу, а то прокляну всем веки и в будущем в аду будешь гореть огнем неугасимым. Не пущу в царство небесное, завяжу и никто не развяжет, подымай живей, плясать хочу, коней давай пиво. Роевой гул заезжей избы смолк, люди подымались с мест, тревожно окружали пьяного. Покачивая осуждающей головами, посмеивались негромко, должно по царскому указу в Филипповке наговелся. Выкинуть его на двор, на снегу проспиться, тогда и лошадей дашь. Вошедший за попом рыжий широкоплечий дворник почесывал с улыбкой затылок. Как же православное выкинуть? Чет наем сан. Пахомов невозмутимо отложил ломоть хлеба, поднялся из-за стола. Вот как надо, сказал он. Подошел к лежащему, снял с его шеи крест на цепи, поцеловал, повесил к иконам. Потом, схватив пьяного с залахматой оплечья шубы, поднял рывком, поставил на ноги. «Ты что, батька, сан, позоришь?» бешено крикнул он, ударил пьяного по лицу. «Да я тебя сейчас с ярышками в съезжую избу» и ударил еще раз. Поп стоял как столб, покачиваясь, и в запавших ледяных глазах на меховом лице пробуждались любопытство и сознание. «Я? Я поп Родион, а ты, ты что за человек?» «Я патриарший человек», — говорил Пахомов. «Где ты, батька, пил?» «В царевом кабаке». «Врешь!» — ударил Пахомов попа еще раз. «Царь народ не калечит, в боярском кабаке!» «Ты ты что меня бьешь?» «На мне сан?» «Креста на тебе нет, нету и сана, а коль не ляжешь да не проспишься, будешь в монастыре на цепи сидеть». Легли скорые наши путники. Поп Родион давно уже спал на лавке, густой храп гудел по всей избе. Тихон долго не мог заснуть, он еще не видывал таких разгульных московских попов. И богатырский храп отца Родиона рождал тревогу в Тихоне. Чем-то этот московский веселый поп похож был на московского боярина, князя Ряполовского. Тихон лежал, дышал овчиной и думал. Думать было трудно, потому что думы были завалены заскорузлым обычаем, страхом перед сильной рукой, осторожностью. И все-таки думы шевелились в Тихоне, таяли, двигались, текли, как весенние воды под снегом. Под храп попа не спали и Кирилл Васильевич и Пахомов. Из-под шуб слышался их шепот. — Неправо дело с водкой нет, говорил Пахомов. — Что книги говорят? — Добро пить понемногу ради телесной слабости. Землю, ежели поливать вовремя, она посеянная ростит, а когда ливни идут сплошные, растут только тернии да сорняки? — Ну, да, а воеводы да бояре пиво запрещают людям варить на праздники, народ в корчмы загоняют на водку, в Москву кабацких ярыжек поставили, женок отгонять, что мужей из кабаков домой тащат. Таде государевы казне убыток, чего делают? Чего делают? Тихон уснул не слыша уже конца разговора под шубой. А наутро, скача по московской дороге, дядя с попутчиком продолжали разговор надрывно, долго, видно, что душа об многом наболела. — Чем крепка Русь, говорил Пахомов, простые люди у нас крепки, а дикана да попы не вегласи, невежды. Нет у нас рати духовной, чтобы за правду стояла, нет? Службу церковную бредут еще еле-еле, а больше не спрашивай. Неграмотны, пьяницы, вчерашнего попа, вспомню, душа в ребрах мрет. Нету солнца разума, ночь безумная вокруг глухая. А в церквах то что творится? Нужны книги, нужно грамоте учить, учителей надо, вот чего. А где ж их взять, то учителей этих усмехнулся Кирилл Васильевич, нету у нас учителей. Будут, убежденно выговорил Пахомов, будут. Есть светильники церкви в Греции, на Афоне, есть четыре великих патриарха, царьградский, иерусалимский, антёхский, да александрийский, судья вселенной. И Пахомов загибал один палец за другим в глубоком меховом рукаве шубы. То-то учителя ли они нам, покривился Кирилл Васильевич сами они под бусурманским султаном живут. А что делать-то, что, стонал Пахомов, нужно турок поганых из царьграда выгнать, вот что. У нас у самих земли не в проворот, возражал Кирилл Васильевич. Еще что ли брать? Порядок нам нужен прежде всего. Не быть порядку без учения, волновался Пахомов. Праведных у нас много, а ученых нету. Недавно на Москве у патриарха гостил святитель греческий феофан, митрополит Палеопатрский. Так чего сказывал? Зовите, говорил греков учителя, они научат, они говорил, больше тысячи лет живут, все знают. То-то научат, вдруг так неожиданно воскликнул Тихон, что Кирилл Васильевич зорко на него глянул. Или кто свою землю потерял, может других учить? А есть у нас учителя, есть, настаивал Пахомов. В Москву прибежал с Киева митрополит Петр. От латинцев спасался, от езуитов из Польши. За ним теперь к нам на Москву из Киева много монахов ученых едет, они не как у нас, а в академиях обучались. Мы скоро с холы заведем, теперь есть кому учить. Схолы латынь школы. То-то, прости, господи, да где ж они раньше были, как их польские паны на нашу Москву лезли, горячился, махал руками Кирилл Васильевич. Небось, помогать нам никто не хотел, а вот теперь, когда мы бедные сами врагов избыли, учителей сколько хош. «Кто в ногах неверен, как ходит?» спрашивал Пахомов. «Ага, с палкой, вот и нам, чужая палка нам нужна, чтобы подпереться, а потом Бог даст ножки и сами зашагаем». «Ой, кабы нам от этой чужой палки и какого дурна не было!» вздохнул Кирилл Васильевич. «Мы так себе чужих ладом зовем, а кто знает, что у них в голове?» «Ох, грехи, грехи! У чужака и его дело чужое в голове!» Тихон вспомнил ночлег в Вологде, алый свет печки и человека из угла в смуром кафтании. Трясется сам, глаза выкатились, огонь, огонь идет на нашу землю, истошно звенит голос. Воры со всех сторон нашу землю обступили бесы. «Так, с пьяными попами и жить, что ли?» горестно спрашивал Пахомов. «А все-таки своих ищи», ответил Тихон хмуро. «Есть, есть и такие, есть», волновался Пахомов. «Как же?» «Духовник царский, Степан Протопоп и другие». «А пуще всех один царев друг, архимандрит новоспасского монастыря Никон, великий молитвенник, за народ горой стоит, печатный двор говорит, слово Божие должен день и ночь печатать, чтобы народ сам все чел. Просит у царя на кабаки управу народ, чтоб не спаивать, а откупа везде на налоги отменить. Дал бы Господь, а ты, говоришь, Кирилл Васильевич, людей нету на Руси, есть люди молодые». Сумерками подъезжали к Ростову. Озеро Неро синело голым льдом. Ростовский Кремль стоял над ним стеной башен, церквей, блестели первые огни, и от этого снежного уюта, тишины, от близкого отдыха и обогрева даже у Кирилла Васильевича разглаживались озабоченные морщины на лбу. Возок подкатил к высоким воротам заезжего двора, лошади остановились, колоколец смолк, ямщик отстегнул полость, путники стали выходить. У ворот стояла большая крошенина и обитая каптана на санях, запряженная четверней, около нее трое вооруженных вершных держали своих коней, кого-то ждали. Путники наши топтались у воска, разминая застывшие ноги. «Заходите, милостивцы!» сказал им, выскочившие из двора курносый старик в армике и в лаптях с седой бородой веником, кланяясь в пояс. «В избе тепло, да и горенка есть в сабинку. Отдохнете хорошо!» «А каптана чья?» спросил Кирилл Васильевич. «Боярина сейчас провожаем», бормотал старик. «Ничего, хороший боярин, заходите, ничего». В большом крытом дворе было темно, мерещились неясно очертания саней, кадок, пахло холодным сеном, лошадьми. Когда дверь вверху открылась, блеснул свет. Задом, низко кланяясь, вышел дворник, светя с людяным фонарем. За ним на крыльце показался боярин в овчиной дубленой шубе широким воротником, на руке у посоха сверкнул перстень. Дворник поднял свой фонарь высоко. Боярин спускался по шаткой лестнице. За ним из двери вышла высокая женщина в шубе в меховой шапке. Женщину под локоть поддерживала молоденькая девушка. «Василий Степанович, боярин и воевода, поздоровуль?» шагнул вперед Кирилл Васильевич, снимая шапку. «Как Бог помогает в дороге!» Боярин присмотрелся, узнал. «Да помаленьку, Кирилл Васильевич, сильным голосом ответил он, поднеся руку к шапке и кланяясь в ответ. «Вот припоздали, так в ночь едем!» Воевода и таможенный голова разговаривали. Между тем бояриня подошла, стала в свете фонаря, за боярином, за ней служанка. Тихон, скрываясь в тени от связки жердей, ясно видел лицо княгини. Анна побледнела, соболиные брови выступали резко дугами, губы опущены, ноздри чуть дрожат, на плечах шуба на черных лисах, соболиная шапка с парчевым верхом, покрытая в дорогу платом. Сердце Тихона горела, билась, рвалось из груди. Его-то Аньша, скорбная, печальная, красивая, словно Богородица. Анна не видела его, смотрела то на Кирилла Васильевича, то на мужа, длинные ее ресницы дрожали темной тенью. А воевода стоял спокойный и, должно быть, гордился тем, что у него такая жена, что у него такой уверенный голос, что он едет в Москву к царю, что за три года он нажил в холмогорах богатство, что он силен, властен, а сильным и властным принадлежит жизнь. Тихона ровно волной качнула в сторону, фонарь осветил ему лицо, он видел, Анна посмотрела на него, брови ее дрогнули, взлетели выше. Так в низких тучах осеннего вечера блеснет вдруг алое солнце, озарит, обдаст багряным светом поле высокий дуб на холме, но тучи сомкнутся, и не веришь уже, что было солнце, сразу встает осенняя ночь. Анна подняла голову, твердо сжала губы, нежные ноздри раздулись, спокойно подняла руку, тронула мужа за рукав. «Боярин», сказала она «Время, кони ждут». Пошла по лестнице гордая, как будто никого не видела. Боярин заторопился за ней. Ульяш рядом толкнул Тихона. «Какова боярыня-то?» шепнул он и отшатнулся, увидев бешеные глаза Тихона. Проехали Переяславль. На Плещеевом огромном озере ветер крутил, гонял белые поземки по льду. И чем ближе к Москве, все больше оживлялся Семен Исаакыч, патриарший человек. Когда же перед тройкой на версты и версты легла прямая, как стрела дорога к Троице Сергиевскому монастырю, Пахомов взволновался так, что слезы выступили у него на глазах. Вот место, вот твердыня, ведь всего-то сорок лет тому назад польские воеводы Сапега и Лисовский осаждали безмало два года и не могли взять монастыря. Семен Исаакыч был в ту пору мальчонком из Клементьевской монастырской слободы, хорошо помнил, где стояли польские пушки, и за Келларским прудом и на Красной горе. Оттуда ляхи вели подкопы к воротам монастыря, храбро бились тогда на стенах монахи и окрестные черные люди под воеводами князем Долгоруким Григорием Борисовичем да под Голохвастовым Алексеем Ивановичем. «Смотрите, смотрите», показывал он из воска, «видите, из снега черно торчат кочерыжки капусты». И тогда тоже был тут огород капустный под стеной, ляхи ходили туда за капустой, а со стены по веревкам наши спускались, много их тут били. Один из наших тут, Оскас Селевин, изменил окаянный, сбежал к ляхам, а у него братан был Данила Селевин, но устали все корить Данилу за брата, и сказал тогда Данила, «измену брата моего выкуплю я смертью», и ударил Данила на ляха, вселен он был рубиться и срубил трех казаков-изменников и сам был ранен, и, приняв монашество, приставился честно, помер. Возок скакал по Ярославской дороге, троица Сергий проходил мимо своими стенами, башнями, храмами, в тиши снежного декабрьского дня, словно доносились шумы давно отгремевших битв. Здесь проходил Дмитрий Иванович Донской биться с Мамаем, здесь его благословил седой игумен Сергий. Сюда всего за двадцать лет снова приходил королевич Владислав, требуя от присягнувших ему шатущих бояр того, в чем отказал ему свободный народ московский власти над собою. Отдохнули на последнем яме, впереди была Москва. Все чувствовали себя взволнованными. Кирилл Васильевич посмеивался, Пахомов про себя молился. Утихо надавило в груди, что-то готовило ему Москва. Только один ульяш был с виду спокоен, красивые глаза его в черных ресницах лениво улыбались. Молодой что ему? И, поглаживая русую раздвоенную бородку и усики Ульяш Охлупин думал, каковы девушки в Москве. «Москва!» — крикнул ямщик, указывая кнутом. «Мона!» На закате вдали над черными сплошными избами мерцал золотом Иван Великий. У Продолжение следует...